Девушки отдыхают 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 Так, мам, ты во сколько сегодня освободишься-то? А что? Ничего. Мы праздновать-то будем или нет? А, ну, часа в три, в четыре. Я тоже. Вот ты прекрасна. Значит, часов в семь и сядем. Девочки, надо будет приготовить любимый Коленькин паштет с черносливом. Да. И селедку под шубой. И утку с яблоками. Прекрасно. Да-да-да. Вы этим, девочки, и займетесь. Леся продукты купит, а бабушка приготовит. Интересно, а ты? Да я только, дай бог, к семи часам освобожусь, у меня же корпоратив. А я тоже хотела задержаться. С чего ты друг? Мы с девочками хотели на курсовой посидеть. Я, во-первых, не понимаю, Леся, при чем здесь девочки? Курсовая работа – это очень личная, я бы даже сказала, интимная вещь. Надо было мне раньше рассказать тебе, что такое интимная вещь. Ну, это твой материнский прокол. И вообще, я единственная мужик, нечего на меня женские обязанности себе перекладывать. Список составлю, деньги дам. Так, я умываться. Нормальные люди сначала умываются, а потом завтракают. Да-да-да, и не хватают сырники с общей тарелки. Очень смешно. Доброе утро. Здравствуйте. Ба, может, ты хоть овощи купишь? Тебе же все равно по дороге. Ну, да, конечно. Хорошая буду в филармонии с кочаном капусты и луком. Но я это все не дотащу. Ну, сделаешь две ходки. Ой, ну ладно, если успею. Люблю тебя. Майл, а может, ты не пойдешь на корпоратив? Так, начинается. Кого подвезти? Меня не надо, я пешком пройдусь. А меня тем более, я обиделась. Ой, ой, ой. Какая первая пара у тебя? Супромат. Ясно. Алло, привет, да. Да, с моей мамой поспишь. Ты-то не опоздал на работу? Ну, все. Все, целую, пока. А после занятий сразу домой. Хорошо, Золушка? Хорошего дня. Писька. Я забыла, ты еще маслину купи. Ну, мам, какие еще маслины? Не ну маму, а без косточек. Ты не опоздала? Нет, нет, уже вхожу в то ненаглядный строительный институт. Ну, учись хорошо. Все, целую, пока. Я так понимаю, никто не скажет мне название этой картины. Хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Кто является автором данного произведения? Даю подсказку. Фамилия художника двойная. Сайко. Борисов Мусатов, призраки. Это все? Написано в начале 20 века, хранится в Третьяковской галерее. Предположим. Но ваши знания не дают вам право постоянно опаздывать ко мне на лекции. Простите, пожалуйста. У нас сегодня у дедушки юбилей. Мы с утра ездили на кладбище, обратно такие пробки. Садитесь, Сайко. После лекции зайдите в деканат. Вадим Алексеевич, я больше не буду. Сомневаюсь, Сайко. Но это совершенно по другому вопросу. Итак, переходим к следующей картине. Артем, а можно сделать так, чтобы нажал на кнопочку, и вся история стерлась? Ну, в смысле, на какие сайты мы заходим? А то начальство нервничает, думает, что мы тут фигней страдаем и не работаем. Я много чего могу, но мало на что имею право. Ну, все с вами ясно. Артем, ну хоть скажите тогда, а что мужики нам дарить собрались? А это сюрприз. Ой, а то ты не знаешь. Бутылка шампанского, букет цветов, как всегда. Никакой фантазии. Ой, будто у нас ее много. На каждое 23-е крем для бритья и дезодорант. А потом ходят и все благоухают одинаково, как детдомовский. Вы плохо о нас думаете. Артем. Мы будем хорошо о вас думать, если вы не будете мешать работать отделу снабжения. А он не мешает, Елена Николаевна. У нас тут все зависло, а он чинит. Починил? Да, да. Свободен. С наступающим. Спасибо. Да. Ну, иду я уже, иду. Ну, вроде бы женщина, понимать должна. В конце концов, сегодня праздник. Кстати, хочу напомнить, что праздник у нас начинается после обеда. А до обеденного перерыва рабочее время. Рабочее. Ну, а от слова «работа», если кто забыл. Елена Николаевна, простите, можно вас? Я спешу к генеральному. А я вас на секундочку. Ну, если только на секундочку. Ты с ума сошел? Увидят. Здрасте. Здрасте. Это было очень глупо. Я соскучился. Ну, а что? Я хочу тебя. Ты обалдел? Я хочу тебя украсть завтра на весь вечер. Слушай, это прямо строка из романа с какого-то. Я хочу тебя украсть завтра на весь вечер. Та-та-та-та-та-та-та. Оплывали свечи. Я тебя обожаю. Ты у меня принес. Допустим. Ну, так что, ты согласна? Ну, предположим, я согласна. А твоя супруга? Она тоже согласна. У нее завтра девичник. То есть у нее девичник, а у нас мальчишник? Нет, у нас сюрприз. Здравствуйте. Здравствуйте. Поэтому, Елена Николаевна, надо что-то с трубами делать. Ну, если надо что-то делать с трубами, значит, будем решать, что за сюрприз. Я тебе скажу за чашкой кофе после твоего совещания. Шантажист. С наступающим. Спасибо большое. Вас так же. Между прочим, мужчин поздравлять не обязательно. Точно. Лен, тебя там заждались уже. Я пошла. Все, я жду тебя в кафе. Хорошо. Здрасте. Извините, пожалуйста. Ой, простите. Да. Я тебя целую. Я тебя умолю. Я вас тоже умоляю, Елена Николаевна. Давайте уже сдадим этот квартальный отчет. Благодарю. Здравствуйте. Бросайте уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, боже. Содом и Гамора. Ой. Я жду тебя уже полтора часа. Что, по-твоему, я ничего должен сказать тебе? Доброе утро и с наступающим. Да? А потом будет жаловаться, что она не распеет. Аркаша, не нудите. А вот наша гордость и краса, Ирина Степановна Кузнецова. Здравствуй, Леня. С наступающим. Вот, Аркаша, учись. Выглядишь божественно. Ну, ты же знаешь мой девиз. Сегодня краше, чем вчера, а завтра краше, чем сегодня. Здравствуйте. Познакомься. Наш новый начальник отдела кадров. Сан Саныч Рыбаков. Очень приятно. Из каких будете? В каком смысле? Ну, судя по выправке, вы бывший военный. А, в этом смысле? Полковник, бронетанков, войск. В отставке. Понимать нет? Прелесть какая. Да, военные очень чутко всегда воспринимали музыку. У меня был один поклонник. Полковник. Или подполковник. В общем, в точности, как вы, только летчик. Леонид Леонидович, я заберу ее у вас. У нас через два часа выступление, она еще не распета. Не смею вас задерживать. До новых встреч. Пойдем, учитель. Приятная женщина. Да, именно про нее я вам и говорил. Леонид Борисович, Леонид Борисович. Подождите, может быть, вы сами с идеей сообщите. Ну, как директор, вы все-таки давно знакомы? Очень давно, Сан Саныч. Именно поэтому эту неприятную новость сообщите ей вы. Заходите, Сайко. Можно? Заходите, Сайко. Заходите. Мы вот с Ильей Сергеевичем как раз о вас разговариваем. Вы вообще понимаете, что вы в колледже на птичьих правах? Понимаю. Мы пошли вам навстречу. Взяли вас сразу на второй курс. А вы до сих пор не удосужились принести документы. Почему? Я принесу, честное слово. Я это, честное слово, три месяца слышу. А на носу, между прочим, проверка. А у нас ни документов, ни зачетки, ничего. Куда вам прикажете оценки ставить? На лоб? А оценки, между прочим, отличные. Ну и что с того, что отличные? Нет документов, нет оценок. Ни отличных, ни отличных. Никаких. Я не знаю, что делать. Что будем делать, Сайков? Приносить документы. Когда? Завтра. Максимум после праздников. Не, ну полюбуйтесь. Я даже не спрашиваю о причинах. Причины наверняка уважительные. Заболела гриппом, затопились соседи, день рождения у бабушки. У дедушки. Что? У дедушки сегодня день рождения, юбилей, 70 лет. Значит так. Никаких юбилеев, никаких после праздников. Если завтра утром у меня на столе не будут лежать ваши документы, вы на занятия можете вообще не приходить. Андрей Петрович, ну зачем так-то? Что, Андрей Петрович, ну что, шутки что ли? Отвечать-то мне придется. Хорошо, я разберусь. Разберитесь. Извините, меня студенты ждут. Андрей Петрович, а можно я тоже пойду? Идите. До свидания. Сайко. Олеся, я не понимаю. Честное слово, не понимаю. Что это такое? Что? Твои последние работы. Что это? Что со Светом? Илья Сергеевич, вы что, какой Свет? Меня из колледжа выгоняют. И правильно делают. Где документы? В строительном. Так забери их. Я не могу, я до завтра не успею. Я это слышу каждый день. Ну вы же понимаете, мама, у нее сейчас квартальные отчеты лучше вообще не трогать. Может мне с ней поговорить? Нет, лучше не надо. Тогда поговори с ней сама. Скажи ей правду в конце концов. И принеси документы. А может лучше справку от врача? Знакомый врач есть? Но лучше документы. Я понимаю. А я не понимаю. Честное слово, Олесь. Как можно три месяца учиться и так бездарно ставить свет? Вот не надо на меня так смотреть. Имей в виду. Принесешь документы, первой оценкой в твоей зачетке будет пара. Это я тебе обещаю. Не стой, иди с документами. Иди. Ты представляешь? И теперь ту работу, на которую положено две недели, я должна сделать за четыре дня. Тебе сколько сахара? Два. Я так главное не понимаю, почему все начальники такие упертые? Вот он уперся и все тут. Да перестань, ты же тоже начальник. Я начальник? Я начальник маленький. А он-то большой. Он генеральный директор, он же должен понимать. Ну что-то так завелась. И он начальник, и ты начальник, и я начальник. Я просто не понимаю, как ты к этому относишься? Я? Да. Лично мне обидно. Вот, Витя, и мне обидно. Да нет, дорогая, мне обидно за себя и за мой сюрприз. А, точно, сюрприз же. Ну? Я уже даже не знаю, стоит ли теперь. Ну ладно тебе. Ну давай, колись. Нет, подумайте. Ну хорошо, закрой глаза. Алле, оп! Билеты? Билеты? В театр? Современник неюлова. Я вижу, сюрприз удался. Слушай, портер. А вот на такую реакцию я даже не рассчитывал. Слушай, Витя, да ты просто волшебник. Ты думаешь? Конечно, на них уже две недели, нигде в городе билетов нет. Да, по номиналу нет. За двойную стоимость есть. Так, а сколько же ты за них отдал? Так, так, так. Любимой женщине ничего не жалко. Витя, слушай. Если бы не люди, я бы тебя поцеловала. У тебя будет еще такая возможность. Сто лет не была в театре. Даже не знаю, что надеть. Главное, не то зеленое платье с длинной молнией. Почему? Оно тебе не нравится? Нет. Там вечно молния заедает. Витя. Дайте кругом. Здрасте. Что ты у меня такая пугливая, а? Витя, ты что, издеваешься, что ли? Мало того, что меня без копейки оставил, еще и ключи от дома унес. Ключи, подожди. Как я унес ключи? Ну, как обычно, Витя. Да нет, этого не может быть. Ну, вот. Вот это мои ключи. Неважно, Витя, потом разберешься. Мне некогда. Через полчаса пуфик привезу. Деньги давай. А, пуфик. Я просто не понял, что сегодня. Да, да, сейчас. Витя! Сколько там? Шесть триста. А, да, шесть триста. Так, пять. Чего ты мне тут слюнявишь? Людей бы постыдился. Десять тысяч дай. Здравствуйте. Здрасте. Вот познакомьтесь, это коллега Елена Николаевна. Мы как раз вот рабочие вопросы обсуждали. Потропаем. Да, сегодня сумасшедший день, голова идет кругом. Ну, понятно, я не буду вам мешать. Да. А это что у тебя такое? А что это у тебя в кармане? Билеты в театр. На завтра. Чьи? Как чьи? Мои. А с кем это ты в театр собрался? Ну, как с кем? Понятно, с кем. С кем я могу собраться? С тобой. Со мной? Да, вот хотел тебе сюрприз сделать, а не вышло. Ты мне сюрприз? Ничего себе, он мне цветка никогда не подарит. А тут современник. Партерни, елова. Ой, так неожиданно. Даже не знаю, что надеть. Главное, не платить с Леной молнией. Что? Это Елена Николаевна сейчас о работе. Молнии, трубы, краны. Просто наш директор генеральный просит, чтобы мы ту работу, на которую нужно три недели, сделали за три дня. За четыре? А мне сказал, за три. Серьезно? Да. Витя, а может быть, ты еще три билета достанешь, а то перед девчонками неудобно. Значит так, Оленька, рыбка моя, ты меня, конечно, прости, но ты понимаешь, сколько они стоят? И вообще, там сейчас пуфик приедет, а тебя нет. Пошли. Пошли. Витя, ну неудобно. Как я... Простите, Елена Николаевна, сейчас я вернусь, и мы с вами договорим. Ничего, трубы подождут. Зачем подругам твоим идти в театр? Ты представляешь, что твои подруги в театр, это все может предстоит. Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Прелест улыбки и негово в зоре мне обещали радость и рая. Бедному сердцу так говорил он, бедному сердцу так говорил он, но не любил он, нет, не любил он, ах, не любил он, нет, не любил он меня. Божественно, даже более того. Ну, а вы что молчите, где же комплименты? Очень хорошо. Вы зайдите ко мне в кабинет, как осводитесь. О, даже так, сразу в кабинет, да вы решительный мужчина. Есть повод понимать. Просит, зовет зритель, зритель. Я спелась, наверх не пошла, скомкала финал. Аркаша, не нуди. Благодарю. Через 15 минут буду у вас в кабинете. Ждите и надейтесь. В продолжение нашего концерта встречайте. Ансамбль народной песни «Обереги». Ваши аплодисменты. Ты обратил внимание, как он на меня смотрел? Кто? Кто-кто. Этот новый кадровик. Ну и как он на тебя смотрел? Как будто все, что у него было в жизни, до встречи со мной, пыль и прах. По-моему, ты привлечиваешь. Это я еще преуменьшаю. Боже, какие у него были глаза. Господи. Господи, и что эти мужчины во мне находят? Один взгляд, и я жду вас у себя в кабинете. Хорошо, что я не жила в средние века. Меня бы сожгли на костре, как ведьму. Скромность украшает даже ведьму. Что? Ничего. Просто я хочу сказать, в твой волшебный голос невозможно не влюбиться. Аркаша, ты хам. Тебя послушать, так во мне кроме голоса и влюбиться не нужно. Вот именно голос. Я прождал тебя полтора часа, чтобы расспеться. Я тебя жду, жду. Я всю жизнь тебя жду. А ты, как ты прощаешься за мной? Мы поздравляем вас с этим замечательным праздником и пожелать им всего того, чего они, так сказать, сами себе желают. Ну и, конечно, вручить наши скромные, как говорится, подарки. Виктор Андреевич, давай. Дорогие женщины, мы вас поздравляем. Мужчины, прошу вас поздравить нашим даром. Тем богатым, тем и поздравляем. Наши дорогие, любимые женщины. Эти аплодисменты звучат для наших любимых женщин. Ну а теперь, когда, как говорится, все поздравлены и все наши любимые женщины. А Елена Николаевна? Как? Вот так номер. Самая главная женщина у нас осталась без подарка. Вот так, извините, Елена Николаевна, такая вот накладочка вышла. Хотя эта накладочка, она объяснима. Потому что Елена Николаевна у нас женщина-начальник. А это означает, что она не совсем женщина. То есть она, конечно, женщина, но она не ассоциируется у нас с начальством. А с начальством у нас ассоциируются всегда мужчины. Все мужчины-начальники. А женщины у нас ассоциируются с кухней. А Елена Николаевна у нас не ассоциируется с фартуком. Я запутался чего-то. Да ничего страшного, послушайте. Действительно, я здесь прежде всего как начальник. И именно как начальник, но и как женщина. Я хочу поздравить всех с этим замечательным праздником. Я предлагаю выпить. За весну, за любовь и за мужчин с девичьей памятью. Да, давайте, давайте, давайте. Слушайте, друзья, прошу вас всех к столу. Прошу вас, проходите к нашему... Елене Николаевне, ради бога, извините. Ну что вы, ну, это ерунда. Друзья, проходим. Так, прошел, мужчины. Девчонки, ты что? Ты его с ума сошла? Ты что там за поберки? Я вас умолюю. Идите. А теперь слово предоставляется нашему старейшему сотруднику, заслуженному... Друзья, сегодня женский праздник. Ем за женщин! Ура! Ну, батька! За вас, дорогие. Елен! Сергей Иванович, тебя? У себя, он занят. Подождите, Сайко. Елен, минуточку. Да, Сереж, мне нужны мои документы срочно. Разбежалась. Во-первых, здравствуй. Во-вторых, я тебе уже сто раз говорил. Сначала разговор с матерью, потом получаешь документы. Я не сказала. Интересно. И что она ответила? Дочь, ты уже взрослая. Это твоя жизнь, и тебе самой решать, как поступать. Интересно. Ну, хотелось бы услышать это в авторском исполнении. Да, пожалуйста. Ну, дядь Сереж. Ну, просто не было... Подходящего момента. Ну, у меня сейчас квартальный отчет. Вы же сами знаете, как она искрит. Ну, я ей скажу, честное слово. Вот когда скажешь, а я услышу ответ, вот тогда и будем думать, что делать с твоими документами. А пока иди. Продолжай ходить на занятия. А болею? За последнее время ты переболела всеми болезнями, включая даже самые экзотические. Где ты справки берешь? Что вам надо? Могу достать. Мне надо, чтобы ты училась здесь, в строительном институте. И чтобы твоя мать была спокойна. Я уже тут год отучилась, ни уму, ни сердцу. Ну, дядечка Сережечка, ну, миленький. Ну, пожалуйста, вы же мой крестный. А крестный это почти отец. Значит так, запоминай схему. Первое, разговор с матерью. Второе, ее ответ. Потом выдача или невыдача документов. Другой схемы не будет. Все, разговор окончен. Давай. Лед Сереж, а помните, когда у меня день рождения? Конечно. Забудьте. Да, Александр Александрович, я все поняла. У нас все будет готово. До свидания. До свидания. До свидания. Юра Ильича Степановна. Юра Ильича Степановна, я же жду вас, понимать нет. Ой, совсем забыла. Я такая рассеянная. Прошу вас. Ну, из головы вон. Память просто девичья. Ничего, ничего, бывает. Вот. Ну? И для чего же вы так упорно искали со мной встречи? Сейчас, минуточку. Вот это вам. С наступающим праздником. От филармонии, понимать, нет. Ну, спасибо. Надеюсь, эти три спутницы тревог не сильно разорили дирекцию. Хотя, вы знаете, я не удивлена. Наша дирекция всегда экономила на святом. На женщинах. Ну, спасибо хотя бы за нечетное количество. Ну, вы именно за этим хотели меня видеть. Я вот о чем хотел с вами, понимать нет, поговорить. Вы же совсем молодой сюда пришли. Ну, не комильфо намекать даме на возраст. Ну да, совсем девчонкой. Вот это же хорошо, когда, понимать нет, молодым давали дорогу в искусство. Это более чем хорошо. Вы знаете такого молодого солиста Болдырев Александр? Сашенька Болдырев, конечно. Прелестный баритон, просто волшебный. Вот его бы этого баритона, понимать нет, в штат взять. Ставки на него нет, понимать нет. Да, ставки нет. Жаль, очень жаль. Вернее, она есть, но ее занимаете вы. Да, занимаю я. Подождите, вы на что намекаете? На мою ставку? Ну, в общем, да. Хотелось бы ее освободить, понимать нет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Витя. Ты знаешь, а я уже уехала. Да, у меня же сегодня у папы юбилей, и поэтому я уже уехала сегодня. Ну что же, я тебя поздравляю. Лен, а тебе папа не говорил, что врать нехорошо? Говорил. Поэтому врать получается неубедительно. Ну, не знаю, не знаю. Сегодня в кафе, по-моему, вышло восхитительно. Да? Дурацко получилось. Ну, перестань. Получилось просто прекрасно. Во-первых, моя жена ни о чем не догадалась. А во-вторых, ты ей даже понравилась. Серьезно? Поэтому давай выпьем с тобой за то, что хорошо кончается. Я выпить не могу, ведь я за рулем. Слушай, Лен, а давай завтра днем махнем куда-нибудь за город, а? До вечера. Да, Витя, я днем занята, а вечером свободна. У тебя что? Вечером? Ну, Лен, ну я ж не виноват, что так вышло. Ну, послушай. Ну, давай пока там все на фуршете. Закроемся с тобой, а? Ну, пожалуйста. Пока все выпиваю. Витя, ты зма сошел? Я тебе серьезно говорю. Ну, мне надо быть сегодня дома. У нас юбилею, папа. Очень хорошо. Мы сейчас как раз за папу и выпьем. Витя, ты что там делаешь? Да ничего. Витя, ну, я ничего такого не делаю. Так и я, это руки. Ну, что ты делаешь? Ну, что ты творишь? Ну, ты меня не понимаешь. Ну, там люди ходят. Что они подумают, а? Ты что, дверь, что ли, за? Ти-ти-ти-ти. Витя, ну смотри, что ты наделала. Лен, я просто хочу тебя. Я это понимаю. Ну, соскучился. Ну, девочка моя. Послушай, пожалуйста, я что я обижусь. Просто не сегодня еще. Я понимаю. Ну, давай ты обидишься, а потом как-нибудь мы разберемся. Пожалуйста, я прошу тебя. Я тебя умолю. Давай я по-другому тебе скажу. Я давно собралась сказать, но просто у меня не получалось. Правда? Послушай, то, что мы делаем, это ошибка. Честное слово, ошибка. Я не знаю, что там хожат, конжеты, женат, все такое. Ну, всякое в жизни случается. Я люблю тебя. Я тебя не люблю. Я вообще никого не люблю. Так хочется влюбиться, забыться. Ничего не получается, вообще ничего. Нет, я не понимаю. Я не понимаю, как можно меня уволить? Как? Меня? Да кто мне это говорит? Солдафон, танкист какой-то, который в музыке ни черта не смыслит. Впрочем, как и все военные. Вам лишь бы маршировать было удобно. И все. Ераина Степановна. Что, Ераина Степановна? Вы хоть в курсе, что мой муж был заслуженным деятелем искусств? И сколько лет я служу в этой чертовой филармонии? Много. Поэтому поступило распоряжение освободить ставку для молодого специалиста. От кого оно поступило? От директора, понимать нет. Гад. Ераина Степановна. Ераина Степановна. Ты, Клан, не обижайся. Хорошо, хочешь? Я уйду из дома. Ты с ума сошел? Я брошу жену. Ну ты с ума сошел? Ведь ты от меня сбежишься через две недели. Зачем тебе это нужно? Мне же псих на чистоте от меня все домашние вешаются. Зачем у тебя эти истерики? Я тут не из-за тебя, ведь не обижайся. Вот, между прочим, по Фрейду, мания чистоты – это признак сексуальной удовлетворенности. Черт! Да! Черт! Ты не нормальная! Черт! Жена! Хуже, чаще. Черт! Секунду! Да, алло, Галина Семеновна. Что ты значит, где? Я на работе. Что, работаем. У нас тут сегодня мероприятие. Нет, пожалуйста, подождите. Да я все успею, не волнуйтесь. Заеду в магазин, да. Скоро? Когда-когда? Ну, буквально через полтора часа. Да даже раньше, Галина Семеновна, с наступающим вас! Алло, Галина Семеновна, это у вас просто корпоратив. Мы тут все друг друга поздравляем. Нет, Женя. Ну, еду я, еду. Буду через 15 минут. Какой же гад? Мне в кулисах комплименты делал. А сам уже знал, что уволит. Леня, открой! Открой немедленно! Сволочуга! Ираида Степановна! Оставьте меня! Ах, ну вы помните, что я только исполнитель, понимать нет. На самом деле, мне очень нравилось, как вы поете. Ах, оставьте! Исполнитель, вот это я исполнитель. И прекрасный исполнитель. А вы такой же гад, как и он. Рада, что случилось? С тобой что-то случилось? Аркадий Геннадьевич, ты представляешь, эти мерзавцы меня уволили. Тебя уволили? Мерзавцы! Да как вы посмели! Как вам не стыдно! Какой ужас! Аркадий Геннадьевич, вы так удивляет, понимать нет. Как будто только что об этом узнали. Ты знал, знал и молчал? Я знал, но не то, чтобы я знал, но я не то, чтобы... Мне не хотелось тебя расстраивать перед выступлением. А я вас расстрою, Аркадий Геннадьевич. Вы такой же подлец, как они все! Нет! Я не подлец! Рада, я не подлец, я твой друг! Ты не друг! Ты предатель! На! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну а у нас следующее сообщение. Алексей из Челябинска поздравляет свою дорогую половинку Мариночку с наступающим женским днем. Он передает, что он ее бесконечно любит, целует, обнимает ее все такое и просит передать для нее песню. Алексей и Марина, мы в свою очередь тоже поздравляем вас тем, что вы так сильно любите друг друга. Для вас звучит наш музыкальный подарок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на минуту! Ну все, на минуту! Да мне только справку забрать! Всем только справку забрать! Привет! Привет! Все подробности потом! Она на минуту! Больная, почему без очереди? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доктор, спасайте! Опять за справкой? Да. А это уже патология. В строительной? Нет. В гуманитарный колледж. В гуманитарный колледж. А вы знаете, это уже прогресс. Вы не так безнадежно, как кажетесь. Доктор, конечно, это очень смешно, но меня действительно выгонят из колледжа, если я не заболею. А вы знаете, девушка, вы действительно больны. У вас хронический авантюризм. Доктор, ну пожалуйста. Нет, 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 нет. Что вы себе позволяете? Больная, никаких справок. Все. Ну, доктор. Милый доктор. Больная, немедленно сядьте на место. Сядьте на место. Я вам сказал. Я на работе. Ну, пожалуйста, в последний раз. Олеся, ну я же на работе. Ну, прошу тебя, ну, пожалуйста. Никита, Никита. Никита Андреевич, объясните мне, пожалуйста, почему в мой кабинет врываются раздраженные старушки и жалуются на вас? Я немножечко не понимаю. А на что жалуются? На большую очередь. И то, что некоторые, минуя эту очередь, лезут так. А я не так. Мне очень плохо. Да, вы понимаете, это... Это очень сложный пациент, серьезный случай. Больная, подождите, пожалуйста, процедурный. Доктор, только мне через полчаса надо быть в строительном, в колледже. Не волнуйтесь, вы успеете. Ну, все, теперь Никита из-за меня влетит. Ой, да ладно, не парься, выкрутится. Никита Андреевич, меня это не устраивает. Вы врач там все готовы, или кто? Я врач, но... Олеся! Тихо. Что это за вещи? Что, тебя мама из дома выглаз сюда переселилась? Это Никиты. У них сегодня утром больничная общага трещины дала. От потолка до фундамента. Прикинь, да? Ну, короче, МЧС всех и выселила. Куда выселила? Ну, кого? Куда? Вот Никите главврач предложил в ординаторской пожить. Прикинь, да? В ординаторской пожить? Ну, да. Так я поэтому ему и предложила. Я говорю, Никит, ну живи ты у меня. У меня пять минут до больницы пешком. Потом у нас с мамой двушка. Мы с мамой в одной комнате, а он в другой. Галя. Черт, ты что. Температура то поднимается, а то такая низкая и низкая. Что со мной, а? Очень интересный случай. Кошмар. Ну, и что он ответил? Кто? Никита, что сказал на твое такое предложение? Сказал, что подумает. Хотя что тут думать? Да. Думать тут нечего. Лесь, ты еще здесь? Лесь. Лесь, ты что, шуток не понимаешь? Никто никуда переезжать не собирался? Да у тебя шутки такие. Иди ты со своими шутками. Знаешь, куда они нужны мне больше. Не ты, не твои справки. Вечером увидимся? Конечно, увидимся. Я тебе еще не все сказала. Бабник. У девушки была полная апатия. Теперь видите, какая отличная динамика наблюдается. Пациенты, кто следующий, проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Вам подсказать? Роза из замечательной, из Голландии. Да нет, Роза, это очень пафосно. Согласна. А Гербера или Альстромерия? Можем композицию составить. Почему эти тюльпанчики желтые? 50 рублей штука. Ну, пять штук дайте мне, пожалуйста. Нет, что-то хиленько как-то. Давайте еще пять. Так получится четное число. Тогда четыре. Вот так, Коленька, дружок твой Ленька, бездарь, вышвырнул меня на улицу. Ты его директором сделал, порядочным человеком считал. А он, как был бездарь, так и остался. И всю жизнь тебе завидовал. Если бы ты слышал, как я сегодня пела, честь твоего юбилея пела. И вот за все про все награды и некому меня защитить. Ты с кем разговариваешь бы? Ну, с кем я могу разговаривать, Лесечка? Сама с собой. Моразм подкрался незаметно. Ну, и скажешь, тоже. Как прошел концерт? Зал аплодировал стоя. Пела, как в последний раз. О, сюрприз! Потрясающе! Просто блистательно! Это все ты сама? Ага. Олеська, какая же ты молодец! Про овощи-то я забыла. Я знала, что забудешь, поэтому сама. Олеська, ты меня пугаешь. Последний раз ты сама накрывала на стол в 13 лет, когда затопила соседей. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Просто это, ба, тут такое дело. Я дома! Коньяк? Да. Довольно странный подарок для женщины. Я помогу. Мам, какие мужчины, такие подарки. Спасибо. А как вообще все прошло? Ой, замечательно! Ты знаешь, фуршет, поздравления, танцы. Вон, цветы подарили. Настоящий праздник! А как у тебя в институте? Замечательно. Мама, как прошел твой концерт? Ой, фурор! Просто фурор! Пять раз вызывали на бис, завалили цветами. А где цветы, ба? Цветы? А я их в гримёрке оставила. В гримёрке? Ну, поняла, что не дотащу. Там букетов двадцать, наверное. А теперь вся гримёрка, как ботанический сад. Все, все, обо мне, обо мне. Ты сюда посмотри, вот где настоящее чудо. Полюбуйся. Ну и красота! Это всё Леська постаралась. Леська? Могу, когда захочу. Нет, это я должна была сейчас сказать. Поэтому я это и сказала. Ну, просто потрясающе. Девочки, так у нас будет сейчас самый настоящий праздник. Давайте садиться. Леська, только цветы со стола. Долой. А то у нас и так тесно. Ну ты улица моя какая, а! И фужеры надо заменить на рюмочки, а то у нас же коньяк. Леська, а про шампанское-то ты забыла? Ничего я не забыла. А кто это? Шампанское. А разве мы кого-то ждём? Сюрприз. Сюрприз? Ты посмотри, у меня сегодня день сюрпризов. Такой стол накрыла, а, сама. Ну, последний раз, по-моему, лет в 13, что ли, она такое делала. Здравствуйте. С праздником. Спасибо. Мама, ознакомьтесь, это Никита. Я его люблю, он будет жить с нами. Мама, почему ты молчишь? А шампанское, я надеюсь, брют, а то от полусладка у меня пучит. Как это чудесно, Никита, что вы к нам пришли. Цветы и шампанское. Именно так и должен заканчиваться вечер настоящей женщины. Ну, а чего же, есть и другие варианты. Тёплое молоко и финансовый отчёт. Какая же ты у меня старомодная. Спасибо, мам. Ты всегда умела мне представить в лучшем свете. Ой, Ленка, ну перестань. Да вы не стесняйтесь. Никита. Никита. Да, будьте как дома. Мам, ты супер. Какой романтический вечер у нас намечается. Да, романтики сегодня через край. Лена, ну хватит ёрничать. Никита, ешьте. Вот, обязательно попробуйте паштет с черносливом. Для начала надо принести молодому человеку приборы. А, я принесу. Я принесу. Леся, помоги мне, пожалуйста. Олеся. Мам, ну прости, не сердись. Я правда собиралась сказать. Собиралась? Скажи. А что теперь говорить-то? Ты уже в курсе? Нет, я не в курсе. Я не в курсе. Я вообще не понимаю, откуда он возник? Ну вот так неожиданно. Что неожиданно? Ты что с ним, полчаса тому назад в маршрутке познакомилась? Его на улицу выгнали. А, так он ещё и бездомный. Почему бездомный? У Никиты в общежитии случилась авария, треснула стена, и их всех выгнали на улицу. Так он же там не один жил. Чего ты всех-то сюда не привела? Мам, я тебе потом всё объясню. Никаких потом. Никаких потом. Ты мне здесь и сейчас ответишь на все мои вопросы, и только потом, как раз я потом решу, останется он здесь или нет. Нет, он в любом случае останется, потому что ему негде ночевать. И что? Я не позволю ночевать в моём доме человеку, которого я вижу в первый раз. Вообще-то это и мой дом. Не, большаясь. Девочки, мы вас остановились. Олеся. Это всё Лесечка приготовила сама. Она у нас на все руки. Спасибо. Да, буквально весь дом на ней. Лесечка, ну что ж ты сидишь? Положи Никитушке паштет и салат. Положи. Ешьте, Никита, ешьте. Да, Никита, вы ешьте и отвечайте на мои вопросы. Ну так нельзя, мальчик подавится. Мальчик прожует. У вас, значит, Никита треснула стена в общежитии и прям сразу к нам. Прекрасно получилось. А вы, видимо, и сирота. Лена, ну что ты такое говоришь? Нет, я не сирота, я врач. Хорошая новость. Не психиатр случайный, а то у нас есть где разгуляться в семье. Нет, нет, не психиатр, я отоларинголог. Угу. Жаль. Лена, ну нельзя же так терзать нашего Никиту вопросами. Даже в сказках бабьяга сначала кормила богатыря, а потом уже пытала. Спасибо, мама, еще раз. Я прямо после каждой твоей фразы все набираю, набираю очки в глазах нашего гостя. О, отоларинголог! Как это прекрасно! Никита, посмотрите, у меня вот бывают на сестках такие спазмы, а... Мам! Давай не будем превращать наш ужин в медицинскую консультацию. А мамуль, тебе может положить? Не надо, я сама. Ну и Никита, как давно вы с Олесей знакомы? Давно. Полгода. А, всего-то! Полгода. Да. Олесей, а помоги мне хлеб нарезать. А так хлеба ж полно. Как это белый, а нам нужен черный. Черный-то полезнее. Вот, Никита, нам как врачи подтвердить, да, Никита? Да, да, есть такое мнение. Вот и помоги мне. Я уже вообще ничего не понимаю. Ты полгода с ним встречаешься, и никто ничего не знает? Почему никто? Бабушка знала. Никита, я так давно мечтала с вами познакомиться. Леся рассказывала о вас столько хорошего. И вот теперь такая уникальная возможность. Ба, тебя мама зовет. Ну, буквально все на мне в этом доме. Буквально все на мне. Шагу без меня ступить не могут. Летечка, садись. Не волнуйтесь, Никита, я скоро вернусь. Не скучайте. Мама. Мама, ты знала про существование этого Никиты? Что он в природе вообще существует? Ты знала? Ну, да, я знала, я знала. Леся со мной поделилась по-родственному. Замечательно, по-родственному. Вы знаете, здесь все родственники, я у вас так угол снимаю. Ну, какой угол? Ну, какой угол? Не драматизируй, у тебя целая комната. Леся. 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 Зачем по-другому? Мама, я случаюсь. Ты что? Так, что происходит? А, что происходит? Все нормально. Нормально? Ты же сказала, что сказал. Я почти сказала. А черного хлеба-то и нет. О, Лесенька, открой дверь. А это кто? Может, я еще чего-нибудь не знаю? Никитушка, а хотите, я вам расскажу, как мы с Колей познакомились. Дядя Аркадий пришел. Аркадий, наконец-то. Пойду встречу. Если что, вы за меня. Я за тебя. А что случилось? Аркадий! Какая радость, что так долго! Вот, ты забыла это. Нормально. Лисочка, принеси дяде Аркадию прибор, а это отнеси на кухню. Зачем ты накупил столько овощей? Что у нас в доме овощей? Проболтаешься, убью с салатницей. Рад, я? И ты предатель, и я тебе не рада. Вот. Брюд? Брюд. Символично. И ты брюд. Здравствуй, Коля. А вот и долгожданная утка с яблоками. Лесенька, браво! Ты сама готовила? Сама. Да. Так, у всех налито. Я хочу сказать. Дорогие мои, спасибо вам за память. Пять лет, ровно пять лет прошло с того страшного дня, когда не стало моего Коленьки. Он был моим талисманом, моей крепостью, куда не было хода, бестактным, неблагодарным людям, воинствующим бездарностям и жалким предателям. Мамочка, ты о чем? Это я сейчас о своем. И так пять лет. А для меня это было буквально как будто вчера. Коленька, если ты меня сейчас слышишь, а я уверена, что ты не только слышишь, но и видишь, ты порадуешься вместе с нами. Посмотри, какой стол приготовила твоя внучка. Все, что ты любишь, она уже большая. У нее жених. Мамочка, я бы не преувеличиваю. Я не преувеличиваю. С днем рождения тебя, Коленька. Пусть мы все будем счастливы. Обязательно чокнемся, потому что в наших сердцах Коля всегда жив. Бабуль, я тебя очень люблю. Мамочка, мы все тебя очень любим. Девочки мои. А ведь действительно, как быстро бежит время. Вот девочка бегала, 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 и вдруг мальчик. Дядя Аркадий меня с рождения знает. Да, действительно, для меня было полное неожиданное, что у нас же лисенький, есть мальчик. А это для всех для нас было неожиданностью. Простите, а вы случайно не музыкант? У вас такие пальцы. Оставь его пальцы в покое. Он медик. Он ларинголог, лор. Очень благородная профессия. Жаль только, что за нее платят сущие копейки. Ничего. Ну, можно и так сказать, ничего не платят. Какую-то грустную тему вы завели, дядя Аркадий. Расскажите лучше, как идет подготовка к папиному юбилею. Да, откуда ему знать, что и как там идет. Всем занимается филармония. Да, филармония, дирекция. Если филармония, значит дядя Леня. А если дядя Леня, значит все будет в порядке. Потрясающий человек. А что ты бы не позвала, кстати, мама? Куда? К нам? Я говорю, что он готовится к юбилею. Это хлопотное дело, да? Давайте сменим тему. Лесечка, расскажи, как вы с Никитой познакомились? Да, в общем, случайно. Я почему-то не сомневалась в этом. Лена. А вы уже целовались? Мам, ты торопишься стать прабабушкой? Мама. Аркадий, сыграй что-нибудь. Ба, ты спой. Бабушка так поет. Нет, нет, сегодня я не в голосе. Сегодня был адский день, да, Аркадий? Ну, ба. Нет, нет. Ну, пожалуйста. Я не могу. Ну, бабулечка, пожалуйста, пожалуйста. Не надо. Не упрашивай. А давайте я спою. Я, конечно, извиняюсь за свой вокал, но эту песню очень любил Коля. Здравствуй, милая моя. До свидания, Аркадий. Рада, я очень хотел, чтобы ты не подумала, что я... Да я о тебе вообще не думаю. И не забудьте, завтра в 11 репетиция. Как репетиция? Обычная репетиция. Просто что-то произошло? А что, что-то произошло? Ну, как же, ты же тебя же... И, пожалуйста, не опаздывай. Нет, нет, еще раз, нет. Это даже не обсуждается, Олеся. Спать вместе вы не будете. Мама, что за детский сад? Мы с Никитой уже давно спим. Все. Мы сейчас успокоимся, возьмем себя в руки и решим все вопросы. Итак, Лена, что конкретно тебя не устраивает? Мама, меня не устраивает то, что я не понимаю, в каком статусе здесь находится этот молодой человек? В статусе человека, которого любит твоя дочь. И что? И что? Может быть, решили пожениться? Может быть, сделать и предложение? Мы еще не решили. Вот здорово. Этого еще не решили, а спать вместе вы уже решили. Мама! Да ладно, Лена. Во всяком случае, она привела своего избранника до того, как забеременела, а не после, как ты. Мама! Ух ты, интересненькие подробности всплывают. Так, все подробности потом. Но я уже все придумала, как мы будем спать. Лена, ты у себя. Никита у меня, а я у Олесечки. И всем хорошо, и всем комфортно. Кто за, единогласно. Следите за кофе и уберите битую посуду. А-а-а! Господи! Извините, у вас защелка сломана. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Как так получилось, Лесь? Ну ты же сказала, что предупредила ее. Я спросил точно, ты говоришь, точно. Ну зачем надо было брать, Лесь? Ну я же звонила ей, она трубку не брала. Ага, в итоге я оказался полным идиотом. Спасибо большое. Не, я лучше буду спать где-нибудь в ординаторской или в инфекционном боксе. Но не у вас. Никит, ну мы в конце концов все уладили. А бабушке-то вообще сразу понравился. Если ты меня, конечно, извини, но в вашем доме последнее слово не за бабушкой и не за тобой. А, ты про маму, что ли? Так она тоже за? Ну дай бог увидеть, как она против. Да успокойся, с ней уже все нормально. Она вчера вечером погорячилась, сегодня с утра уже успокоилась. Я вчера чуть не убила. Хоть бы слово мне сказала. А кто такой вообще этот Никита, а? Лор. Кто? Да врач в поликлинике, как он говорит. Да мол, и что он говорит? Может он вообще какой-нибудь аферист? Надо узнать, справки навести, сходить в эту поликлинику. Ну? Да не ну, а Столирова 16, дуй давай. А я вам повторяю, мне нужен ключ от репзала. Я же вам говорю, репзал занят. А сцена? Свободна. Ну, значит, дайте ключ от сцены. Мне надо репетировать, что непонятного. Да все понятно. Но непонятно мне на кого ключ записать. Как на кого? На меня, разумеется. На Ираиду Степану Кузнецову. Вы что, первый раз меня видите? Да нет. Ну, понимаете, я... Вы давайте. Под вашу ответственность. Благодарю покорно. Ну, все, тебе налево, мне направо. А справка? Есть, ты опять начинаешь? Я же вчера тебе все сказал. Ну, последний разочек. Нет, никаких справок, пока ты все не расскажешь Елене Николаевне. Ну, ты чего? Если я все расскажу, никаких справок не понадобится. Она меня просто убьет. Как ты не понимаешь, что ты своим враньем делаешь только хуже? Ну, я ей все расскажу. Через недельку. Ну, через три дня. Ну, не сегодня же, Никита. Два стресса подряд, она не переживет. Так, либо ты все рассказываешь ей сегодня, либо я сплю в ординаторской. Ты что, серьезно? Да. Шантажист. Ну, ладно. Мне справки так нет. Можно я тебя хоть до поликлиники провожу? Мне-то теперь все равно спешить некуда. Ну, только никаких справок. Нет, нет, конечно, мы же договорились. По-моему, я простудилась. Здравствуйте. Прошу прощения, Ера Ирина Степана, но у нас по расписанию сейчас здесь репетиция. Нет, голубчик, Адольф Михайлович. Репетиция по расписанию сейчас у меня. Я заказала зал еще неделю назад. Извините, но мне сказали, что зал мой. Видимо, накладка. Ну, конечно, а то вы не знаете, как у нас это бывает. С нашим-то руководством. Пойду с этим разбираться. Еще раз извините. Все замечательно. До свидания. До свидания. Я пятничать прошел. Это нас не касается. Играй давай. Аркадий, Аркадий, ну что такое, в чем дело? Не суетись. Что ты играешь так, как будто нас отсюда с ОМОНом собираются выгонять? Я такой вариант не исключаю. Играй. Как ты так пишешь, что ничего не понятно? Она в своем институте специально так учит. Да ладно? Да точно. Мы даже зачеты сдаем по врачебному почерку. Здорово. Ну и что здесь написано? Респиратурный микоплазмоз. Красиво. Но лучше действительно не знать, что написано. Все, я побежала. О, Лизька, привет. Ты что, опять за справкой? Ага, все, я никогда убегаю. Милый, не забудь забрать оставшиеся вещи из ординаторской. Ой, Лизь, слушай. Галь, опаздываю. Ну, как ночевка на новом месте? Почти хорошо. Правда, я не всем там понравился. Ты про Елену Николаевну? Не парься. Ей никто не нравится. Неадекватная женщина с жутким комплексом. Я бы так не преувеличивал. Это я еще преуменьшаю. Заходите. Оль, да я понимаю все, но спасибо тебе огромное за это приглашение. Но ты понимаешь, что в свете последних событий как-то, ну, недодачи. Ты что, самое время. Надо расслабиться. Я очень рада, что ты согласна. Да я не согласилась. Я захвачу тебя в городе. За этим, за сережкой в институт. Я тут прямо на дачу. И не смей мне возражать. Ой, ты мертвого уговоришь, Оль. Молодец. Как она взяла ключи, я не понимаю. Кто дал ей ключи? Я же просил не давать. Ну, что там? Играй, гнедых. Были когда-то и вы рысаками, И кучеров имели лихих. Пара гнедых, пара гнедых. Грек из Одессы, еврей из Варшавы, Юный курнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, И на груди у нее засыпал. Где же они, в какой новой богине, Ищут теперь идеалов своих. Вы, только вы, и верны ей до ныне. Пара гнедых, пара гнедых. Браво, браво, Эрина Степановна, браво. А теперь потрудитесь объяснить, что здесь происходит. Как что? Репетиция? Да. Видимо, произошла накладка с репзалом. Так что ты, Леня, будь любезен, подыщи хору другое помещение. Будьте добры, оставьте, пожалуйста, нас с Эриной Степанной наедине. Куда? Репетиция еще не закончена. Репетиция окончена. Аркадий, объясни этому человеку, что мне здесь никто не может запретить репетировать. Это даже смешно. Эрина Степановна, я все понимаю, но право на репзал имеют только работники филармонии. А вы со вчерашнего дня, так сказать, как в том анекдоте. Аркадий, что хочет этот человек? Я хочу, чтобы вы освободили помещение. Аркадий, передай этому человеку, чтобы он закрыл дверь с другой стороны. Леонид Борисович, ну вы же прекрасно знаете, что Эрина Степановна, она голос, она лицо, совесть нашей филармонии. Имейте в виду, если вы выставите ее за дверь, я уйду вслед за ней. А пожалуйста, вас никто удерживать не станет, как в том анекдоте. Это кто? Это неуловимый Джо. А почему он неуловимый? Перекрати тронить свои пошлые анекдотики и немедленно выйди вон! Знаете что, Эрина Степановна, всему есть предел. Я не позволю вам говорить со мной в подобном тоне. Что? Ты со мной в подобном тоне? Да ты посмотри на себя. Ты вспомни, кем ты был. В бездарном конферансье. Это мы с Колей сделали из тебя директора. А ты... Я буду разговаривать с тобой в таком тоне, Которого ты заслуживаешь. Аркадий, играй! Эрина Степановна, давайте по-хорошему решим эту проблему. Старость, как ночь, вам ей угрожает. Эрина Степановна! Говор толпы невозвратно затих. И только кнут вас порою ласкает. Пора гнедых! Пора гнедых! Ладно, давай, я тебе потом уже перезвоню. Зиночка, вот когда будете главврачом, тогда будете распоряжаться. Идите работайте, Зина, идите. Простите, пожалуйста, а можно вас отличить на пару минут? А с кем умею честь? Меня зовут Елена Николаевна, и я бы хотела получить кое-какую информацию по поводу вашего Лора. Никита, не знаю, как его фамилия. Никита Андреевич Ларин? Наверное. Ну, а на каком основании вы хотите получить информацию? Ну, на том основании, что он сейчас проживает в моей квартире с моей дочерью. Я бы хотела кое-что знать об этом молодом человеке. Прекрасный работник, отличный человек. Да? А что ж этого отличного работника жильем не снабдили? Ну, почему? У него есть комната в общежитии, просто там сейчас авария, трещина пошла. Ну, ладно, информация совпадает. Вредные привычки есть? Пьет много. Ну, почему сразу пьет? Ну, он из интеллигентной семьи, потомственный медик, да. Приехал из Москвы. А, ясно. Двоечник. Ну, почему двоечник? А потому что хорошего специалиста из Москвы сюда, в нашу глухомань, никто не сошли. Никто ему не ссылал. Понимаете, насколько я понимаю, он сам выразил желание поработать в провинции и правильно сделал. Потому что это ему дает плюс для поступления в аспирантуру. Понимаете? И это только всего на год. В каком смысле? Ну, когда закончится практика, он вернется в сердце нашей Родины. Так он здесь всего на год. Ну, уже меньше. Понятно. Полготика. Понятно. Аркадий Дедович, подождите вы. Пропустите. Жерк. Чтобы решать судьбу живого человека, кто? Радочка, успокойся. Этот человек, он не достоин твоих слез. Аркадий Дедович, я понимаю, у него истерика. Но вы-то хоть соображайте, с кем разговариваете. Не смейсь кричать на моего Аркадия и со мной так поступать не смейсь. Не успокойся. Пей, пей, пей. Пей, Радочка, пей. Да. И что, что? Аркаша, ты мне зубы выбьешь. Если тебе так приспичило от меня избавиться, ты мог бы поговорить со мной сам, а не подсылать ко мне этого солдафона. Да. И тогда я, может быть, вошла бы в положение. Поняла бы. Нет, я и тогда бы не поняла. Рада. Это в голове не укладывается. Рада. Ты меня уволил. Рада. Не надо так ставить вопрос. Вас никто не увольнял. Просто вас вывели за штат в связи с достижением пенсионного возраста. Боже мой, как же это низко. Напоминать женщине о ее возрасте. Так, это не мое решение. Это решение управления культурой. Я всего лишь выполнял приказ. Если хотите, я сражался за вас до последнего. Не верю. Ни одному твоему слову не верю. Воистующая бездарность. Гроссмейстер закулисных игр. Бимоль в домажоре. Пойдем отсюда, Рада. Я никуда не пойду. Играй, Аркадий. Ну, знаете, так меня еще никто не оскорблял. Если через 15 минут вас здесь не будет, я вызываю полицию. В смысле, наоборот. Ну, вы меня поняли. Что за чудо эта песенка? Радочка, пойдем домой. Ты представляешь, какая ситуация? Этот голубь собирается улететь, я думаю, через полгода. Да, и Олеся наверняка не в курсе, что он сюда на год приехал. Да? Да я спокойна. Если бы ты знала, как я спокойна, Оль. Ленка, привет. Давай, я тебе потом перезвоню еще. О, давай, пока. Привет. Как дела? Прекрасно. Репетируем. Но ты растаралась. Ма, погоди. А в честь чего это? Ну, а что, у нас гости. Я подумала, почему бы не приготовить кормик. Умница. Мы пришли. Прекрасно. Идите пить чай. Ленка приготовила свой фирменный пирог. Вот видишь, а ты боялся. Мама уже совершенно оттаяла. Мамуль, такая вкуснятина. Объедение. Никита, а вы бы рассказали поподробнее о себе? Так сказать, откуда вы? Что закончили? Ну, я родился в Москве. Закончил первый мед. Да вы что? Первый мед. Угу. Ну, а какими судьбами к нам? Тетюша, так сказать, москачажи обычно не стремятся выезжать за пределы к лицевой. Ну, да. Отец хотел меня оставить в своем госпитале, но я не хотел. Поэтому я взял карту, выбрал город, так сказать, методом тыка. Боже, как романтично. Мама, я понимаю, что это пошло романтичного в этом методе? Ну вот, сооружился с местным главврачом. Им как раз потребуется практикант. Угу. Ну, вот я и поехал. Угу. Но ведь практика не длится вечно. Ну, конечно, не вечно, мам. Всего год. Так ты знала? Конечно. Никита полгода уже отработала, еще полгода осталось. А тебя это не волнует? А что? Во-первых, полгода это ого-го сколько. А во-вторых, может, мы вместе поедем. Ну, или Никита задержится тут, пока я учусь. Да. Мы пока еще не решили. Они пока еще не решили, Лена. Я не понимаю, что ты так нервничаешь. Давайте лучше есть пирог. Такая вкуснятина, это что-то. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Лесь. А ты чего не спишь? Да я попить. А-а-а. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Опять попить? Да. Что-то прям жажда замучила. После пирога, наверное. Угу. Понятно. Пирога. Да. Не, мать, ну ты где, а? Ты это видишь, что ли? А сколько сейчас? Я бегу. Выходу! Ма, я опаздываю. Мам, у тебя там телефон. О, спасибо. Алло. Алло. Лен, ну ты плохой еще, а? Оль, ну я скоро уже, скоро. Мам. Мам, это я. Леська, я тороплюсь. Я варю кофе на всех. Ленка, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Никита. Мам, там... Ясно. Умоемся на дачу. Приятного аппетита. Спасибо. Я-я-я-я-я. Да знай я твои пять минут. Сереж, я тебе сказала, ждать у входа. Посиди, ладно? Сейчас я ее выкорчаю. Гена! Здрасте, тетя Лен. С наступающим. Спасибо. Как у тебя дела? Да нормально. Что ж ты ко мне заходишь, Ген? Ну так... А, ну да. Жалко, что у вас с Олеськой все не сложилось. Ну, что ж теперь. Ну, как она? В смысле? Я тебя хотела спросить, как она тут? Ну, так она у нас три месяца уже не учится. Как не учится? Ну, она в Кулюх перевелась. Куда? Ну, в гуманитарный колледж на фотографа. На фотографа? Ген, пошли. До свидания. Олесь, привет. Это так называемый фиш-ай, или рыбий глаз. В чем его особенность? При широком угле зрения неизбежно возникает искажение перспективы. Передайте своим товарищам. Только осторожней. Задний план кажется дальше, чем есть на самом деле. А при удалении от центра поля зрения форма предметов также искажается. Вот, например. Ну, что ты копаешься? Что ты копаешься? Что ты копаешься? Мы своими темпами пока заберем, стемнеет уже. Одевайся! Вон, уже Ленка устала в машине ждать. Сережа, а где Олеся? Олеся? Ну, где она? На занятиях? А на каких занятиях, Сереж? Надо посмотреть по расписанию. Не ври! Ее уже три месяца не видели в институте. Ты хочешь сказать, что ты об этом не знал? Как такое может быть? Оказывается, может, Оля. Сережа. А что Сережа? Я ее предупреждал. Андрей Андреевич! О, какие люди! Ираида Степановна, рад вас видеть. С наступающим вас. Спасибо. Вы ко мне? Да, у меня к вам один маленький вопросик. Ираида Степановна, голубушка, не могу. Опаздываю в ресторан. У нас там по случаю Международного женского дня корпоратив. А знаете что? А поедемте с нами. Заодно и споете. Спеть? После того, что произошло? А что произошло? У меня это просто в голове не укладывается, а, Сережа. Три месяца! Три месяца! Ну что ж ты молчал-то? Ты взрослый человек или нет? Лен, я клянусь тебе. Я сделал все, что мог. Я говорил с ней. Я наставил, чтобы она с тобой поговорила. Документы я ей не отдал. Так что формально она учится? Так что ж она на занятия-то не ходит, Сережа? Она справки носит. Какие справки? Как какие? Обыкновенные. Вот, все, подпись, печать. Ларин. Ларин. Говорила голых Ларин. Ясно. Лен, ты главное успокойся. Какое теперь успокойся-то, Сереж? Я тебя видеть не могу. Лена. Пока, Олен. Лен, ты нормальный, а? Ну ты нормальный? Оль, ну ты-то... Зла не хватает. Лена! А как я должен был поступить? Отказать в ставке молодому перспективному лауреату? Или уволить кого-то другого? Уволить кого-нибудь другого. Подвижите. По какой статье? Вот. Я, Ирина Степановна, единственная солистка пенсионного возраста. Ну нет, у меня свободно ставок. Ну надо что-то придумать. Ну нельзя же лишать работы такого человека. Считайте, что это моя личная, настоятельная просьба. Я вас понимаю. Да подождите вы! Что? Я не вам. Извините. Я уж думал, вы там совсем себя не контролируете. Значит, слушайте меня внимательно. Возьмите себя в руки и прислушайтесь к моим словам. Вы меня поняли? Хорошо, Андрей Андреевич. Вопрос с трудоустройством Ирины Степановны я решу. Ну вот и замечательно. Все. А вы, Ирина Степановна, так волновались. Вы просто волшебник. Я даже не знаю, как вас благодарить. А поедемте с нами в ресторан. Поедемте, поедемте. Ну разве что на полчасика. Поедемте, поедемте. Добрый день. Там совещание. А я как раз на совещании. Вы куда? Добрый день. Извините, что отвлекла. Вы, собственно, кто? Я Елена Николаевна. Мать Олеси Сайко. А, Сайко. О, очень приятно. К сожалению, не могу ответить. Тем же, еще раз прошу прощения, что отвлекла. Но у меня к вам только один вопрос. А на каком основании моя дочь учится в вашем заведении? Формально говоря, она у нас не учится. Да, только вот третий месяц исправно посещает здесь занятия. Согласен. Это безобразие. Извините. Но вы должны меня понять. У меня просто связаны руки. В каком смысле? Ваша дочь находится в нашем учебном заведении исключительно по просьбе ее мастера. Ильи Сергеевича Полуярова. Ах, вот как. И вы меня очень обяжете, если решите с ним этот вопрос сами. А где сейчас этот мастер? На мастерстве. Это логично. Тридцать пятый. Благодарю. Привет. Привет. Добрый день. Мне нужен некто Полуяров. Я мама Олеся Сайко. Полуяров-то я. Кстати, не некто, а вполне конкретный Илья Сергеевич. А как вас величать? Не, не надо никак величать. Я просто пришла, чтобы посмотреть в вам глаза и спросить вас, зачем? Зачем, простите? Зачем вы ломаете жизнь моей дочери? Подождите, 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 давайте не так сразу. Ну, вообще-то я никому ничего не ломаю. Я пытаюсь помочь Олесе найти свою дорогу. Слушайте, Сусанин, давайте сразу расставим все точки над «и». И не надо меня перебивать. Хорошо, извините. Ничего хорошего. Девочка училась в институте, она получала высшее образование. А теперь у нее что здесь? ПТУ по фото? Она что будет делать-то потом в жизни? Фотографии на паспорт, что ли? Во-первых, у вас не совсем верное представление о искусстве фотографии. А во-вторых, по-моему, Олесе талант. Да что вы говорите? А с чего это он вдруг взялся? Откуда? И знаете, потом, кроме таланта, в жизни есть просто вот реальность, в которой надо просто тупо зарабатывать на семью. Ну, тупо зарабатывать на семью может муж. Кто? Я вас умоляю. Ну, хорошо, а нелюбимая работа? Это же хуже каторги. Ну, когда нет интереса. Послушайте, вы думаете, у меня интересная работа? ГОС-93-96 распространяется на керамические, фаянсовые, полуфаянсовые, и все такое прочее. Ваше знание предмета про него просто потрясает. Да перестаньте, пожалуйста. Я просто работаю и зарабатываю. Работаю и зарабатываю, понимаете? Можно пройти? Я вообще не понимаю, мы с кого это спешит меня перешли. Ну, у меня занятие с полуяра. Он занят. Чем? Он сдает экзамен по ОБЖ. Почему? На совещание, там совещание. Хорошо, Елена Николаевна, в конце концов, Олеся достаточно самостоятельный взрослый человек, чтобы самой решать, чем ей заниматься. Вы знаете, пока она живет со мной, на мои деньги, извините, как-то я буду решать, чем ей заниматься дальше в жизни. Да, вот и получается, что вы ломаете ей жизнь, не я. Фантастика. Просто фантастика. С больной головы на здоровую. Да я вообще в ваших советах не нуждаюсь, понимаете? Я сама как-нибудь разберусь со своей дочерью. И даже более того, я с ней уже разобралась. Она больше у вас не учится, ясно? Леонид Борисович, а как мы с вами поступим? Адольф Михайлович, не волнуйтесь, мы все решим. Вы, главное, репетируйте. Репетируйте спокойно. Все, хорошо. Ну что, Ленечка, ты слышал, что начальство сказало? Конечно, Елена Степановна, конечно. Все решим. Вот как раз идет ответ на все ваши вопросы. Здравствуйте. Саня Александрович, какие у нас вакансии на сегодняшний день? Ставка уборщицы и две ставки билетерща. Прекрасно. Ну, Елена Степановна, выбирайте. Что? Это ты мне? Да я сорок лет всю себе отдавал искусству, а ты? Тысячу раз, как в том анекдоте говорю, в творческом цехе ставок нет. Да я сейчас позвоню в управление культуры. Да звоните куда хотите. Мне был приказ, вас трудно устроить. Я приказ выполнил. А вы теперь отказываетесь. На вас не угодишь, Елена Степановна. Подлец. Все подлецы разворовали всю филармонию, в аренду продали под кабаки. И ты, Ленечка, самый первый вор. И все шутки твои ворованные. Раз вы так ставите вопрос, то и я скажу. Знаете, в чем ваша трагедия? Потому что вы певица с большими амбициями и с очень средним диапазоном. Не по таланту скандалите, как в том анекдоте. Бездарность! Ноги моей больше здесь не будет никогда. И даже если я скончаюсь, гражданской панихиды в этих стенах не будет. И если ты, Ленька, будешь иметь наглость явиться на мои пухорны, ты меня знаешь. Я встану и уйду! Видите, с какими людьми приходится работать. Я не знаю, как у вас в искусстве. У нас в армии за такое, понимать нет, морду бы били. Я не могу. Хотя очень хочется. Я имею в виду вам по морде. Сахамское отношение к женщине. Похоже, мы с вами не сработаемся, понимать нет. А я вас не держу. Я вообще здесь никого не держу. Пожалуйста. Я заметил, понимать нет. Ираида Степановна! Ираида Степановна! Ну что еще? Вы вчера ключ от сцены не вернули. Забирайте! Идите вы все к черту! Ба, привет. Нисечка, а что ты тут делаешь? Я к тебе. А что случилось? Да, ничего. Перед прогоном все на нервах, обычное дело. Ясно. Слушай, ба, у меня проблемы. Мама узнала, что я в институте не учусь. Ну что за глупости? Ты же учишься? В строительном, нет. Я в гуманитарном колледже учусь. В чем? В где? Ну-ка пошли. Ба, я так боюсь. Успокойся, я с тобой. Пока Ленке нет, мы что-нибудь придумаем. Не надо ничего придумывать. Да придумывались уже. Лена, все не так трагично, как ты думаешь. С тобой, мам, будет отдельный разговор. А теперь ты, дочь. Я хочу тебе сообщить, что с этого дня, Олеся, у тебя начинается абсолютно новая жизнь. Я лично буду сопровождать тебя прямо до аудитории, а дядя Сережа лично будет контролировать твою посещаемость. И только попробуй мне пропустить хоть одну лекцию. А вот только не надо так со мной разговаривать. Распоряжение будешь давать у себя на работе, а я тебе неподчиненная. Олеся. Мама, только я хочу напомнить, что эта самая бездарность вас кормит, поет и одевает, и что вы обе живете за мой счет. Вот ты и она. Ты намекаешь на то, что твоя мать приживалка? Спасибо, дорогая доченька. Да при чем у тебя седа-то, мама? Здравствуйте. Добрый доктор Айболит. Мама, ты смотришь на все рыбим глазом. Чего? Лесечка, у тебя нездоровый искаженный взгляд на действительность. Насчет здоровья я как раз хотела поговорить. А ты знаешь, мама, что у нашей внучки и дочери просто целый букет болезней. Ты понимаешь? И фаренгит у нее, и трахи, и ларингит, и бронхит, и черт знает что, как она жива-то осталась, я даже не понимаю. В ваших рук дело. Я, ребят, понимаю, какая любовь вас связывает. Общая любовь к вранью. Молодой человек, я вас очень прошу, по-хорошему, пожалуйста, немедленно покиньте мой дом. Нет, он никуда не пойдет. Нет, он пойдет, потому что я здесь буду решать, кто куда пойдет. Если он уйдет, я тоже уйду. Пожалуйста, дверь открыта для всех. Извините, глупо получилось. Вот это молодец. Всего доброго. Лена, что ты творишь? Никита! Ты куда от меня собралась, а? Ты не смеешь его делать? Леся! Олеся! Леся, Никита! Вернитесь! Ну нельзя же так! Куда вы, дети? Лесечка! Всех разогнала. Довольно! Мама, как ты хочешь, чтобы я их рейдер... Я тебе больше не мама! Вижу, празднуете, да, уже? С наступающим вас! Спасибо! Спасибо! Доброе утро, мам. Кончился? Давайте я свой сделаю. Мам, ну что за детский сад, а? Ну, поссорились вчера. Ну, это ж не повод и сегодня друг другу нервы мотать. Вообще, ты так молчишь, что можно подумать, что это я в чем-то виновата. А я, между прочим, мам, ни в чем не виновата. Это Олеся. Три месяца нагло врет нам обеим. И что, как, по-твоему, она должна реагировать? Давай, доченька, мол, и дальше, давай! Вот, между прочим, мам, если ее сейчас не остановить, то дальше неизвестно, что будет. Мам, ну, хватит из себя уже сироту под елку-то строить. Вот где она ночевала сегодня, ты знаешь? Я нет. Мам, ну что ты делаешь? Ну, конечно. Конечно, я у вас здесь одна плохая, дура такая, злая. Все неправильно делаю. А то нас умная, добрая и хорошая. Ну, давай, объясни мне, такая умная. Что мне такой глупый делать? Просто понимаешь, мам? Ма! Спасибо, мама! Очень ценный совет. Ты просто сама не знаешь, что делать, ясно? Ладно, хорошо. Что мне, в первый раз, что проблемы самой решать? Не в первый? И думаю, далеко не в последний, мама. Аппарат абонента выключен. Мама, ты не знаешь телефон Люды Саврасовой, Лесина однокурсица? Они вроде дружили. Выключи эту чертову музыку, мама! Ну, что ты делаешь? Там не стоит, она, 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 дождите днях, ты понимаешь? Мам, не выводи меня, пожалуйста, а? Я тебя очень прошу, не выводи меня, потому что если я буду брать молчалку, то тебя мама не покажет. Привет! Привет! С праздником! Спасибо. Ну, как ты? Спасибо хреново. Проходи. Понятно. А вы что, сдача, что ли? Да ты что? Ты что, какая дача после вчерашнего? Знаешь, как мы переживали? Споги не снимай, пошли у нас грязные. Только цветы не все тебе. Где девочки-то твои? Да кто где? Мама вон, в комнате закрылась. Олеся вчера хлопнула дверью и ушла из дома с этим своим мухом, горлом, носом. Не ушла, а ты ее выгнала. Здравствуй, Оленька. Здрасте. Что, да мы заговорили? Героица Степановна, с праздником! Понятно. Так, знаешь, как я понимаю, в институт возвращаться никто не собирается. Понятно. А с мамой что? Откуда я знаю? Весеннее обострение. Видишь, с утра мне нервы мотают. Ты что? Возьми себя в руки. Прорвемся. Куда она могла уйти? Я не знаю, Оль. Ну как не знаю? У подружки. Гале. Я ей позвонила уже. Ее там нет. Есть что это? Люда Саврасова. Кто такая? Однокурсница. Ну, теперь уже бывшая. Но у меня телефона нет. Однокурсница? Мы же сейчас узнаем все. Сереж! Поднимайся! Торт брать! Ну, а ты как думаешь, а? А что это он у тебя там на улице-то стоит? Они у нас переживают. Ему очень стыдно, понимаешь? Задним числом, но очень стыдно. Так ты говоришь, Репина, да? Саврасова, Оль. Саврасова. Давай честно. Лезька не у вас. Ты что? Лен, ты что, совсем фью-фью, что ли? Да будешь тут фью-фью? Я же вообще не знаю, что мне думать. Да что ж такое-то? Спокойствие. Спокойствие. Я сейчас все уберу. На Леську не обижайся. Она вся в тебя, такая же упертая. Упертая-то в бабушку. Большое спасибо. И если это кому-то интересно, это была любимая Колина ваза. Я, конечно, извиняюсь, Алексей Дмитриевич, но тут не инструкция. Тут такое, не пойми что. Вот мне и пришлось вас праздник вызвать. Ничего, ничего, все правильно. Вы правильно сделали. Это же ваша работа. Все, вы молодец. Все, вы только не волнуйтесь. Я разберусь. Спасибо. Доброе, извиняюсь, утро. С праздником. Дмитрий Дмитриевич, это все чистая случайность. Такое больше не повторится. Я рад. А что послужило поводом? Неужели Международный женский день? Почему именно здесь? Ну так, в общем, видите, же стена треснула. О, это можно, конечно, отпраздновать, я понимаю. Но это не повод превращать лечебное учреждение в бордель. И потом, мне кажется, вы решили вопрос с проживанием. Переехали к девушке или то была другая девушка, а с этой вы просто спите. Нет, я та же. Я вас поздравляю. Дмитрий Дмитриевич, ничего такого. Мы купили шампанского, выпили его. Никита Андреевич, если вы мне собираетесь рассказывать все в подробностях, то лучше не надо. Но поймите, и вы меня тоже. Положение обязывает. Я должен как-то реагировать. Поэтому я прошу вас, через 10, максимум через 15 минут, покинуть это помещение. И вашу симпатию тоже. Еще раз с праздником. Спасибо. Ну что, по завтракам идем? Тортиком с шампанским? Ну, другого же ничего нет. Да, Людочка, я поняла, да. Ну, спасибо большое. С праздником вас. Ну, что там, она тоже не ночевала. Так, Лена, спокойно. Не может быть такого, чтобы никто ничего не знал. Городок маленький, шапкой накрыть можно. Обязательно кто-нибудь в курсе. Да я уверена, что мама в курсе. Вот поэтому она со мной не разговаривает. А эту проблему-то мы сейчас решим. Ага. Сережа! С праздником вас, Ираина Степана. Это вам. Спасибо, мой дорогой. Ты всегда был таким внимательным, чутким человеком. А у нас еще тортик есть. Шампанское. Может, как говорится, к нам посидим, отметим, попоем. Я в этом доме, Сереженька, свое отпела. Может быть, вы не в курсе, но я же теперь содержанка. Меня содержит дочь, которая попрекает меня куском хлеба. Ой, Ира Степана, ну что вы такое говорите? Я чужая на этом празднике жизни. Я прямо удивляюсь. Ну как это у тебя так получается, а? Так. Борь, ну. Все, поехали. Куда? В больницу. Леночка, милая, зачем сразу в больницу? Мама все-таки, а? Оля, моей маме уже никакая больница не поможет. А зачем тогда? Ты себя плохо чувствуешь. Оля, Никита этот врач. Лена думает, что Леська ночевала у него в больнице. А без тебя я бы не разобралась, да? Что ты стоишь? Стоит он. На, иди. Машину заводи, чего встал-то, смотрит. Пойдем, милая. Поехали уже, поехали. До свидания. До свидания. Всего доброго. Вот ты, рот. Никит, ты чего? Так нельзя. Кто он нас сдал, стопудово? Вот урод. Ну что, дальше куда? Можно в гости кому-нибудь напроситься, а потом засидеться и остаться до утра. Как тебе? Нормально. Кому? Надо подумать. У тебя деньги есть? Ноль вчера все потратила. Жалко. Я бы съела чего-нибудь. Курочки, например. А, я пельмешек заточил. В Москве бы хоть и доложил. Тут не знаю никого. Чего? А что? Алексей Дмитриевич. Да? У вас деньги есть? Ну, смотри, что называть деньгами. Вы можете занять? Да я не знаю, сколько вам нужно. У меня, по-моему, всего две тысячи. Жена просила шампанское, майонез, апельсины. Отлично. Нам тысячи за глаза, вам тоже. Спасибо. Мы обязательно вернем. До свидания. С праздником. Поликлиника. Угу. Ну? Что ждем? Я не знаю. Приехали? Ну, поздравляю, что? Надо пойти спросить. Ты просто чудеса сообразительности сегодня проявляешь. Ну, что, я пойду спрошу? Что ты здесь спрашиваешь? Ты иди там спрашивай. Ой. Это ж надо так испортить праздник, а? Я на работе пластаюсь, как не знаю кто. Я, может, этого выходного ждала, чтобы с книжкой полежать. Эгоистка. Конченая эгоистка. Тихо. Не заводись. Ты с ней должна поговорить спокойно. Я не хочу с ней разговаривать, Оль. Я ее видеть вообще не хочу. Просто хочу убедиться, что с ней все в порядке. Все. Все. Сидим, ждем. Алло, да, привет, ба. Девочка моя, как ты? Где ты? Да все нормально. Сейчас с Никитой к галке идем. К какой галке? А, а где ты ночевала? В поликлинике. Какой кошмар, Леся? Это рассадник заразы. Послушай меня, Лесенька, ты должна вернуться домой. Подумай о матери, она тебе места не находит. Сама виновата. Леся, послушай. Я всю ночь думала. И я придумала все. Ты две недельки. Ну, недельку. Походишь в строительный институт. А я пока маму уговорю. И ты спокойно, без нервов, перейдешь в свой колледж. Да почему для этого надо кого-то уговаривать? Я уже взрослая и сама решаю, где мне учиться. А жить? Жить где ты собираешься? У Гали? А что? Галича со школы моя лучшая подруга. Какая подруга? Она всю жизнь контрольную у тебя списывала. И мальчика увела в четвертом классе. Твоя первая любовь. Короче, ба, собери Никитины вещи и мои самые необходимые. И привези к ней, ладно? Какие вещи? Ты что? Леся, ты не собираешься возвращаться? Ты хочешь, чтобы у меня был инсульт? А у матери инфаркт? Леся! Тут плохо ловит. Я ничего не слышу. Подожди, какие вещи брать? Я не понимаю. А что, я буду копаться в Никитиных вещах? Это неприлично, в конце концов. И это... А желтую кофточку тебе положить тепленькую? Положи, положи, ба. Слушай, только не вздумай маме сказать, где я. Поняла? Все, пока, ба. Да что же это... О, вот так сюрприз. Привет, подруга. С праздником. На. Спасибо. Ну что, устаете, проходите. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Докладываю. Они ночевали в поликлинике. О, слава богу. Ну, утром их выгнали. И правильно. Ничего-ничего. Помотается по улицам, по чужим углам. Сразу домой вернется, как миленькая. Именно. Самостоятельная жизнь – это тебе не бесплатный абонемент, фитнес. Ну, что, может, к нам? Ну, посидим, праздник отметим, а? Что ты спрашиваешь? Поехали. Не-не, ребятки, я домой. Что ты спишь-то? Поехали. Пусть здесь стоит. Так, тарелки. Так что очень хорошо, что вы приехали. Будет повод спрятаться от маминых друзей железнодорожников. С утра гуляют алкоголики. Ой. Ой, а я думаю, кто это пришел? Олесенька, моя девочка, с праздником тебя. Спасибо, тетя Аня, вас тоже. Мама, это Никита, я тебе про него говорила. Здрасте. Я поздравляю вас. Сиди. Здравствуйте, Никита. Ой, а галочка моя про вас только и трещит. С утра и до ночи. Ой, все, молчу-молчу. Не слушай. Ой, а наша у меня какая красавица. Мам. Это я уже про курицу говорю. Блюда дня. Так что, молодежь, айда к столу. Ага, кого мы там не видели. Не хами матери. Пойдем, пойдем. Посидим, поговорим, попоем. Никит. Мама. Да. Иди к своим гостям, а то они обидятся. Только не надо указывать матери в ее праздник. Покормила бы гостей. Ведь голодом будешь их морить. Ну, не стыдно тебе. Ой, иду, иду. Ладно. Наконец-то. Так. А вот сейчас и мы попразднуем. Так. Тортик. И шампанское. И шампанское. Так. И что здесь происходит? Только не говори мне, что она собирается уезжать. А я и не говорю. И заметь, я это делаю только ради счастья внучки. Это твоя внучка, между прочим, сегодня ночевала в поликлинике. Во-первых, она не только моя внучка, но еще и твоя дочь. А во-вторых, я знаю, где она вынуждена была ночевать. Не сомневалась, что ты все знала. Может, ты мне скажешь, где она сегодня собирается ночевать? Мам, это глупо. Ты всю жизнь меня упрекала, что я тебя не слушаю. Вот, наконец, я тебя слушаю. Ладно, только имей в виду, если с ней что-нибудь случится, то это будет на твоей совести. Вот это положи. Праздник все-таки она вроде хотела такой шарф. Она хотела с помпончиками по краям, а такое молодежь не носит. Не выдумывай. Прекрасный, теплый шарф. Положи. Вот это тебе. Хороший крем, ночной и дневной. Мне твоих подарков не надо. Я же приживалка, я не заслужила крема. Господи, как же я устала! А вы не подскажете, где первый подъезд? А, первый вот. Ага, спасибо. Это тебе. Ничто-то шикарное расшикарное. На такие подарки я не заработала. Но колготки всегда пригодятся. Ну, конечно, пригодятся, мама. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. И с праздником. Спасибо. Скажите, а Ира Степановна Кузнецова здесь проживает? Да. Мам, это к тебе. Здравствуйте. Я вот тут шел мимо. Это ко мне из отдела кадров с официальным визитом. Благодарю. Лен, поставь вазу. Ира Степановна, я ведь не от отдела кадров. Я по собственному желанию опоздравить вас с Международным женским днем. Вчера... Дочь ничего не знает и знать не должна о делах филармонии. Это очень кстати, что вы пришли. Как раз поможете мне дотащить вещи до машины. А вы что, уезжаете домой? Да какая разница. Идите уже. Лена, мы ушли. Ира Степановна, я хотел, извините, объясниться с вами. В каком смысле? Ну, в том смысле, что я не согласен со стильным руководством Леонида Борисовича. Ах, отставьте, какой у Леньки может быть стиль. Ну, почему же должен быть? Но после такого хамского прощения с вами я решил подать рапорт об отставке. И совершенно напрасно. Мне ваши жертвы не нужны. Почему? Это не жертвы, это обдуманное решение. Вы думаете, что я вам враг? Нет. Я вас вообще не думаю. Ира Степановна, вы такая женщина, вся в искусстве. А мне это искусство, понимаете, вот поперек горла стоит. Я думал, интеллигенция. Я думал... О, смотрите, делка! Ой, да, действительно. Я помню на охоте это. Да. Я думал, что все спокойно, культурно, понимаете. Ну, проведу время на пенсии, ну, приличного общества. А здесь как, понимаете, хуже, чем в стройбате, извините. Как вы можете так говорить? У нас чудесный коллектив. Все высокодуховные, тонкие люди. И только Ленька паршивая овца. Но по нему нельзя судить об остальных. Взять хотя бы Аркадий. Вы хоть раз слышали, как он играет Прокофьева? Вы вообще в курсе, кто такой Прокофьев? Композитор? Композитор. Не просто композитор, а великий композитор. А вы, кроме Марши, ничего не знаете. Ну, почему же? Ну, хорошо, назовите хотя бы одного композитора. О, Чайковский? Да, глубочайшие познания. Ну, наконец-то. Прострелка Комарова, 15. За 500 поедем? Хорошо. Какое хорошо? Вы с ума сошли? Да я за такие деньги... Торгуйтесь! Да, Лисечка? Алло, ба, отбой. У Галки ночевать негде, гостей полон дом. Так что вещи пока не привози. Лисечка, ну я так переживаю. Может быть, все-таки домой? Нет, домой я не вернусь. Ну, может, тогда поживете у дяди Аркадия? Неудобно, ба. Да ну что неудобно? У него огромная квартира. Все-все, встречаемся у Аркашного подъезда. Я там буду через 15 минут. Пока. Пока. Спасибо. Я уже договорился, поедет за 350. Отлично, пусть едет. А нам тут недалеко, буквально за угол. Ну, прости, командир. Я здесь. А мы куда, Ера Степана? Да какая вам разница, куда? К Аркадию. Вам полегчало? Понял. Что это за кошмар, Аркаша? Ничего не понимаю. Что случилось? У тебя же была огромная квартира. Она и сейчас огромная. Просто коммуналка. Ты хочешь сказать, что я опять что-то перепутала? А где сумка? Раиса Степана. А. До свидания. Я, пожалуй, пойду. Спасибо. Идите. До свидания, Артем Георгиевич. До свидания. До свидания. Я вообще не понимаю, что у тебя может быть общего с этим с лодофоном? Аркаша, отстань. Ну, при чем здесь общее? Человек пришел, помог донести вещи. Поздравил с праздником, между прочим. Не то, что ты. А я... Спасибо большое. Значит так, давай подумаем, где будут спать дети. Дети? Какие дети? Ну, какие у меня дети? Ну, какие? Леся и Никита. А что случилось? Ну, что, все тебе рассказать? Они ушли из дома. Будут жить у тебя. Как? И тебе повезло. Ты же очень болезненный. Никита будет тебя лечить. Он же врач. Ага. Так, все. Господи, ну неужели всего одна комната? Ну. Ладно. Значит, дети будут спать на кровати. Ай. А ты... У тебя раскладушка есть? Нет. А матрас? Матрас есть, но он у соседей. Одолжишь. Будешь спать на матрасе на полу, тебе полезно спать на жестком. Так, что это такое? Какой у тебя бардак, Аркаша? Как сюда детей везти? Что это такое? Что ты ешь опять? Это грешневая... Ерунду какую-то жрешь все время. Просила ноты перебрать, чтобы был порядок. Сколько раз говорила, наведи порядок в нотах. Прям на комоде валяется. Ты пиво опять пил? Это вино. Тебе же нельзя пиво. Я сколько раз говорила. Ну, смотри, какая пылища. Ну, смотри, как я сюда детей привезу. Ты когда-нибудь убираешься? Лисенька? Да, это я. Я уже у дяди Аркадия. Здесь очень мило и уютно. Да. Он вас ждет с нетерпением. Я... Крошка. Крошка. Здесь тоже. Хочет поздравить с праздником, прямо рвет трубку. А я... Поздравит... Да, поздравляет вас с праздником. Да. Хорошо. Приберись здесь. Что, как не можете найти? Ну, ты что, не помнишь? Правильно. А теперь во двор. Направо. Да. И там такая деревянная двустворчатая дверь покорябанная. Это туда. Ну, все. Жду вас. Ой. Ну, одно хоть радует, что тихо. Что ты говорил? Я тебе на торты бы говорил, что ты не все! Кто это? Это сосед. Это у него матрас. Иди сюда. Иди сюда, я тебе покажу. В общем, так. Можешь успокоиться. Я все устроила. Олеська с Никитушкой у Аркадия. Вот что значит быть подружкой своей внучки. Твоя дочь передает тебе привет. Шарфик ей, как ни странно, понравился. Кофе я тебе потом верну. И вообще, у нашей девочки любовь. Что может быть лучше? Ты должна радоваться, что в трудную минуту рядом с Олеськой оказался такой чуткий, отзывчивый мальчик. Все будет хорошо. Пусть немного поживет самостоятельно. И не возражай. В конце концов, когда-нибудь это должно было случиться. Ты ела что-нибудь? Йогурты покупала я. Так что угощаю. Ложку сейчас дам. Пожалуйста. Ну, теперь и ты можешь что-нибудь сказать. А не играть в молчанку, как ты обычно любишь. А институт? И это сейчас не важно. Это-то важно. Это как раз очень важно, мама. И передай, пожалуйста, своей подружке, любимой внучке, что все, что начинается с вранья, заканчивается обычно очень плохо. И самое лучшее, что она может сейчас сделать, это как раз вернуться в институт и домой. И желательно вот без этого своего отзывчивого мальчика. И не надо ее защищать! С праздником, мама! Кого-то у меня такая... железобетонная. Гражданка Сайко, просыпайтесь, вас ожидает утренний кофе. Гражданка Сайко... Держи. Спасибо. Ну, ты как? Милый, я готова всю жизнь спать у тебя на коленях, но шея болит. Да, а у меня спина. Леська, слушай, мне пора. У тебя какие планы? Так, в колледж без документов меня уже не пустят, хотя попробовать можно. Но сначала хотелось бы умыться. Держи. Никит, нам нужна квартира. Вокзал не вариант. Квартира? Ну, квартиру деньги нужны. Я у бабули попрошу. Она для меня все, что хочет сделать. А ты пока поспрашивай у себя в больнице. Может, кто сдает или у знакомых. Да? Да? Ладно, я побежал. Давай. Созвоню. Лесечка, ну как вы? Привет, бабуль. Да все нормально. Слушай, ба, нам деньги нужны на квартиру. Вы что, собираетесь покупать квартиру? Да не на покупку, на съемку. Зачем же вам снимать квартиру? Вам разве плохо у дяди Аркадия? Не, не, ба, у дяди Аркадия жить не будем. Но с деньгами у меня... Это затруднительно, ведь ты же знаешь, кто у нас в семье с деньгами. А сколько нужно? Ну, тысяч 15. Сколько? Ну, ба, не падай в обморок. Я же не миллион прошу. Хотя я не отказалась бы. Ну, а где же мне их взять? Ну, ба, ну ты же знаешь, где у нас мама общие деньги прячет. Ну, знаю, да, но... Спасибо. Все, целую тебя. Пока. О, мама, забыла что-нибудь? Ну, конечно, забыла, раз вернулась. Ноты? Ну, не в со мной же челюсти, Лен. Конечно, ноты, ноты, забыла, да. О, я тоже забыла. Леся, тут всего ничего, тысяча рублей. А где ты их взяла? В коммунальных платежах. Ты в коридоре за книгами на второй полке посмотри. А, сейчас. Вроде нет здесь. В Горьком посмотри, верняк. Да, есть. Алло, ба, ты меня слышишь? Да слышу, слышу. Я считаю, подожди. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ши. А со мной не хочешь поговорить? Значит, так ты себе представляешь самостоятельность, да? Мама плохая, но без маминых денег никуда. А ты попробуй обойтись. Возвращай трубку твоей подружке. Лисичка, это я. Да, как-то вот так. Горький оказался на расхват. Я все поняла, ба. Обойдусь. Не надо так на меня смотреть. Что за партизанщина, мама? Ведешь себя просто как ребенок. А ты ведешь себя как Мегера. Лен, остановись, так нельзя. Нам нужен компромисс. Может быть, нам и нужен компромисс. Но тут уж знаешь, дело принципа. Она хочет быть взрослой? Пожалуйста. Только пусть научится решать взрослые проблемы по-взрослому. Привет, бонотарка. Что, на занятия? Нет, в отдел кадров за документами. Как за документами? А мама? Мама согласна. Или я плохо знаю твою маму, или... Она сказала, хочешь быть взрослой, решай свои проблемы сама. Вот я и решаю. Олесь, постой. Ну, ты не можешь забрать свои документы без официального согласия своей мамы? Я уже давно совершеннолетняя, и никакого согласия мамы мне не требуется. Да и вашего тоже. Паспорт у меня есть. Сама справлюсь. Я декан. Я могу запретить забрать тебе документы. Не можете, это незаконно. Может быть. Но зато правильно. Если вы меня сейчас не пропустите, я закричу. Леся. А! Привет, Лен. Привет. Ну как, праздник? Прекрасно. Где ты была или дома? У друзей на даче шашлыки пожарили. Повеселились от души. Рад за тебя. А я, между прочим, скучал. Да, ну. А ты уже в курсе? В курсе чего? Наших новостей. Каких новостей? Ты что, серьезно ничего не знаешь? Нет. Что ты даешь? Нашего генерального снимают. Вопрос решен на самом верху. Так что грядут большие перемены. Проходи. Я думаю, что эти перемены к лучшему. Я поняла. Извини. Я сделала это. Поздравь меня. Я сдала документы в колледж. Супер, ты молодец. Тсс, главврач. Олеська, ты у меня герой, но я тоже у тебя герой. Я нашёл нам квартиру за 12 тысяч. Это очень круто, но денег нет. Как это нет? Мама накрыла бабушку при попытке хищения. Но я теперь знаю, где нам сегодня ночевать. Уважаемые пассажиры, добро пожаловать в зал повышенной комфортности. А вот и нет. У Людки Саврасовой. В трёшке. У неё предки укатили на отдых, прикинь? Круто. Наконец-то мы поспим в человеческой кровати. Ага. И не говори. Здорово. Ну и когда можно переезжать? А она пока на даче, приедет же сам к шести. Ну и мы к этому времени подтянемся. Ну всё, лечи людей, а я на вторую пару. Давай. Официально. Молодец. Стой, стой, стой. Сюда. Пока. Пока. Так, Никита Андреевич, где вы ходите? Вас ведет что-то. Алексей Дмитриевич, я в регистратуру относил историю болезни и... Относили? Почему не донесли? А... А, давайте отнесу у вас очередь. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Кошмар. Послушайте, ваша дочь взрослый человек. Теперь у неё есть все основания учиться у нас. Она не будет здесь учиться. Отдайте, пожалуйста, документы. Поймите, я не имею права отдать вам документы без согласия студентке. Да? Да. Если вы сейчас же не отдадите мне документы, то я... Я подключу все свои связи и попрошу проверить департамент образования, на каком основании студентка Сайко училась у вас три месяца. Во-первых, не надо разговаривать с оно таким тоном. Во-вторых, документы хотите? Да. Хорошо. Пожалуйста. В конце концов, мне не нужны ни проблемные студентки, ни их проблемные мамаши. А фамилию Сайко я уже слышать не могу. Пожалуйста. Благодарю. О, главца и зверь бежит. Привет, мам. Видишь? Твои документы. И лежать они будут, Олеся. Либо у меня на работе в сейфе, либо в строительном. И третьего не дано. Честное слово, это уже ни в какие ворота. Правда. Количество халтур запредельное. И вообще, я хочу понять, вы собираетесь учиться в этом заведении или не собираетесь учиться? Стоп, 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 стоп. Илья Сергеевич, документы. Я понял, что вы мне принесла документы? Нет, вы не поняли. Я принесла документы. Я подала документы. Хорошо. А мама, мама пришла и забрала документы. Маши документы. Успокойся. Андрей Петрович, Андрей Петрович. Илья Сергеевич, я на совещание опаздываю. Ну, пожалуйста, не надо меня задерживать. Подождите, подождите. У нас есть одна нерешённая проблема. Проблема уже решена, к счастью. Эта студентка в колледже больше не учится. Я не хочу больше об этом говорить. А придётся, потому что не вам решать, кто здесь будет учиться, а кто здесь не будет учиться. Илья Сергеевич, у нас есть ректор, есть департамент образования. Пожалуйста, решите эти вопросы с ними. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, ба. Лесечка, дорогая, ну как вы? Я же волнуюсь. Да всё нормально. А почему голос такой грустный? Может, домой, а? Ба, я же сказала, я домой не вернусь. У нас всё отлично. Пока. Алло, Люд, ну ты где? Олесь, не могу говорить. Я на даче ещё, скоро выезжаю. Она ещё на даче, но сказала, что скоро выезжает. Час назад она говорила то же самое. Аплодисменты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, все, пойдем. Куда? Угадай с двух раз. Ну, я могу и снова. Поезд Харьков-Москва прибывает на третий путь. Время стоянки будет сокращено. Ну, ладно, там хоть теплее, чем в подъезде. Деньги на кофе у меня есть. Лена, я даже не слышала, как ты пришла. А я пришла. Как самочувствие? Ой, жива еще. А у нас гости. Гости? Да. Лесечкин, педагог. Кто? Илья Сергеевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Чем обязаны? Я пришел поговорить с вами о вашей дочери. Мило. Только говорить тут абсолютно не о чем. И я не очень люблю, когда кто-то вмешивается в дела нашей семьи. Лена, что происходит? Тело в том, что, ну, так получилось, Елена Николаевна сегодня забрала документы Олесе из колледжа без ее согласия. Лен, ну как же так? Ну нельзя так. Мам, давай ты нас оставишь на секундочку. И не надейся. Это наше общее семейное дело, поэтому давайте сядем и поговорим. Хорошо. Давайте сядем. Только разговаривать все равно не о чем. Ну, тогда посмотрите. На вас? Нет, фотографии. Что, я фотографии, что ли, не видела? Это фотографии вашей дочери. По-моему, очень талантливой. Фотографии, фотографии. Ну, поверьте мне, как профессионала, Олес есть собственный взгляд, свой неповторимый почерк. Мне кажется, закапывать талант в землю, это по меньшей мере глупо. Да кто закапывает-то? Я просто хочу вернуть своего ребенка в строительный институт, и все. А, по-моему, это одно и то же. Мам, училась бы в строительном и прекрасно снимала в свободное время. Кто мешает-то? А если она прирожденный фотограф? Да что ты говоришь? Только в строительном институте дают высшее образование. Она его поменяла на это, как у вас там? ПТУ. Тебе не кажется, что это невежливо по отношению к Илье Сергеевичу? Ну, зато правда. У Леськи есть чувство фактуры, композиции. Она ловит игру света. Да я смотрю, тут тебе лекцию провели в мое отсутствие, да? Молодец, быстро учишься. Только меня это не убеждает, мама. А почему я тебя должна в чем-то убеждать? Леся взрослая девочка и может сама все решить. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Я тоже взрослая девочка и кое-какие проблемы решаю сама. Как тебе не стыдно, а? Как мы выглядим в глазах Ильи Сергеевича? Простите, я вас немного забыла. Да, я, наверное, пожалуй, я пойду. Всего доброго. Я вас провожу. Спасибо. До свидания. До свидания. Пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь, семьдесят. Пять, пять, пять. Поздравляю! Из-за твоих идиотских принципов мы потеряли Олесю. Что? Только что звонила Галина мама. Она видела Олесю и Никиту на вокзале с вещами. Они уезжают! Господи! А я говорила! Я предупреждалась! Сколько раз я говорила! Нам нужен компромисс! Господи, мама! А где же их искать? Не волнуйся, Леночка, найдем. А что я ей скажу? После всего того, что я ей наговорила, я не знаю, что ей говорить. Успокойся, говорить буду я. Леся, не уезжай! Останься! Ну, поссорились! Ну, с кем не бывает! Ну, что тебе? Это Москва! Ба, никто никуда не уезжает. Ты чего? Как? Нет! Умоляю! Умоляю! Не надо! Останься! Учись на фотографа! Мама согласна! Лена, иди сюда! Леся, на все согласна! Только не уезжай, пожалуйста, доченька, прости меня! Девочки мои! Мама! Здрасте! Никита, идите, сдавайте билеты! Какие билеты? Идите уже, Никита! Девочки мои! Девочки мои! Никита! Чего? У нас теперь есть дома своя комната. Так что быстро, уйдешь и спать! Да я просто с ног валюсь! Боже, какие запахи! Ленка, ты чудо! Ты где была-то? Могла бы прийти помочь. Ну, как где? На репетиции. А дети где? То где? Лезь в колледж у себя. А этот ее личный врач, наверное, спасает человечество от насморка. Ленка, ты правда, ты растешь. Я так рада, что ты переборола себя. Даже не понимаю, о чем ты, мама. Ну как? Ты разрешила Никите и Олесе спать вместе в одной комнате. Да все нормально. Всем приветики. Привет. Добрый вечер. Ленка, ну посмотри, какая пара, а? По-моему, они просто удивительно подходят друг к другу. Просто Ромео и Джульетта, да? Ну, идите, мойте руки и за стол. Мамочка, мамин пирог, это супер. Да, очень вкусно пахнет. Ленка, я понимаю, как тебе сейчас трудно, но ты просто молодец. Ладно, мам, не драматизируй. Ой, мамочка, ой. Ну, чего ты делаешь-то? Давайте садитесь за стол. Мамой, мы так устали сегодня за целый день. Мы сейчас по кусочку и в койку, да? Подождите, а чай попить? Бабуль, правда, спать хочется, сил нет. Ну, обставать завтра рано. Спокойной ночи, люблю. Спокойной ночи. Никитушка, спокойной ночи. Как говорится, на новом месте, на пуху. Приснись невестой жениху. Ленка, я горжусь тобой. Как ты умеешь держать себя в руках. Сама себя удивляюсь. Мама, а это что? В каком смысле? Ну, у нас в комнате. А, это? Так это спальный гарнитур я купила. Да ты что? Ну, мы же давно говорили, что нужно мебель в комнате поменять. А почему именно сейчас? Ну, а почему нет? Старая-то кровать была узкая и старая. А вас теперь двое. Нет, я даже не понимаю. Олесь, ты мне даже спасибо, что ли, не скажешь? Спасибо, мамуль. Осталось только собрать делов-то. Завтра приедет бригада, и, я думаю, много времени не займет. Мам, ты что завтра делаешь? Весь день на репетиции, с утра до вечера. А ты, Олесь? А у меня подготовка к выставке. То есть ты не сможешь? Нет, там дело немерено. А вы, Никит? Ну, у меня дежурство. Ну, что делать? Ну, а завтра бригаду тогда отменяю. Ну, Лена, ну, подожди, я же не на весь день. У меня репетиции до трех, а значит, я во второй половине дня буду дома. Так, а они только в первой собирают. Да, представляешь, такая странная фирма. А спать-то нам теперь где? Спать? Ну, я думаю, ты у бабушки, а Никита пока на кухне. Мам, ты пирог будешь или нет? Ну, все, я побежала. А ты иди трудись во благо и скучай без меня. Да я всю ночь скучал. Да, учудила маму с этим гарнитуром, конечно. Но это понятно, она на все готова, лишь бы мы с тобой не спали вместе. Даже смешно. Ну, приходи ко мне ночью на кухню, будем смеяться вместе. Ну, Никиточка, ну не расстраивайся. У нас уберут же когда-нибудь этот долбанный гарнитур. Может, даже завтра. Ну, ладно, потерпим до завтра. Ладно, все, пока. Мам, баба, пока. Пока. Удачного дня. Пока, Никитушка. Всего доброго. Ну, ты на репетицию? Ой, ну а куда, Лена? Ну, зачем спрашивать, если знаешь, что я целыми днями на репетиции? Здрасьте, Зинаида Ивановна. Тебя может подвезти? Нет, не надо, еще застрянешь в пробке. Я пешком пройдусь, воздухом подышу, а то целыми днями в репзале. Ну, ладно, хорошего дня, удачной репетиции. Да, спасибо. Забыли что-нибудь? Как всегда, просто Маша растеряша. Мама, ты от дома далеко? Не очень, а что? А документы-то мои. Мне вообще где? Мне же их ректорат занести надо. Ой, точно, я забыла. Леська, они в моей комнате лежат на тумбочке, прямо сверху, ты увидишь. Мама, я уже домой сбегать не успела. У меня первая пара мастерство, пропускать нельзя. А ты не могла бы их забрать и в колледж завести? Леська, ну это наглость уже, мне же тоже на работу надо. Ну, мамочка, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, что с тобой сделаешь? Спасибо, все, целую, пока. Мам, ты что думал-то? Ты же на репетиции вроде опаздывала. Я и сейчас опаздываю. А чего лежишь? И что? Лежу и лежу. Я же тебя не спрашиваю, почему ты вернулась. Я за Леськиным документами вернулась. А я у себя дома, имею право прилечь. Ты себя хорошо чувствуешь? Более чем, а что? Да ничего. Что ты вернулась-то, забыла что-нибудь? Ну вот видишь, Лена, это же очевидно, ноты забыла. Ноты? Так ты же вроде с ними уходила. Лена, если ты не знала, то я тебе объясню. Ноты, они бывают разные. Спасибо, что просветила. А переоделась зачем? Кто? Не понравилось мне то, в чем я была. Вот и переоделась. В домашнем? Мне в домашнем лучше думается, что надеть. Понятно. Подожди, так ты на репетицию-то собираешься? Лена, ты сама-то как думаешь? Ну, конечно. Ну, давай тогда переодевайся, я тебя подброшу прямо до филармонии. А я что делаю? Ты странная сегодня какая-то. Хорошей репетиции, мам. Спасибо. Пока. Рада? Как я рад, что ты решил прийти. Куда прийти? Как куда? На свечи-то режиссера. Очнись, Аркадий. Я просто шла мимо. А участвовать в шабашах на костях моего мужа я не собираюсь. Тогда и я не буду участвовать в этом концерте. Ой, Аркадий, давай обойдемся без твоих бессмысленных подвигов. Мне абсолютно не интересен ваш концерт. Абсолютно. Ясно тебе? Кто у вас там режиссер? Колин. Оскар? Да. Посвежее никого не могли найти? Когда Колин начинал, он уже пожилой был. А впрочем, плевать, мне совершенно все равно. Я его видеть не хочу и тебя не желаю. Что встал, иди. Стоять! Сиди на встрече, слушай, запоминай. Потом мне все расскажешь. Буду ждать тебя в кафе Орликина. Ну, иди, чего стоять. Так что мы имеем дело не просто с юбилеем, а с мероприятием областного масштаба. Будет управление культурой, даже из министерства кого-то пришлют. Спасибо, Олечка. Надо будет встретить их и разместить на высшем уровне. Хорошо. Извините, Аркадий Геннадьевич, что мы начали без вас, как в том анекдоте. Это вы меня извините. Оскар Геннадьевич, что у нас с программой? Доложите, пожалуйста. Программа сверстана. Хотел бы уточнить, кто у нас приглашенная звезда. Ага. Сейчас. Так, Москва. Леонид Трапезников. Кто это? Как кто это? Это живой классик романса. Хорошо, что живой. Плохо, Аркаша, что кроме тебя его никто не знает. Ладно, менять что-то поздно, да и по смете он вроде проходит. Да, хотелось бы узнать точно, что будет исполнять Ираида Степановна. Это не ко мне вопрос. Ираид Степановны не будет. Что значит не будет? У меня весь сценарный ход на вдове построен. Да будет, будет. Никуда не денется. Выйдет на сцену, проскрепит пару песен, соберет цветочки, блеснет слезой. Ну какая актриса от этого откажется? Несмотря на все возрастные закидоны. Я повторяю, Ираида Степановна отказывается участвовать в вечере. И настроена она весьма категорично. Это катастрофа. Нет, никакой катастрофы. Аркадий Геннадьевич поговорит с ней и уговорит ее. Верно? Ну не знаю. А я знаю. Давайте уже будем отделять зерна от комбайна, как в том анекдоте. Я понимаю, амбиции, обиды, это одно. Но сейчас нам нужно объединиться вокруг общего дела. Вы думаете, что мне нужен этот юбилей? Нет, он нужен городу, области, людям, в конце концов. Надеюсь, вы меня поняли, Аркадий Геннадьевич? Ну, я попробую. Не попробую, а с тебя вдова. Елена Николаевна, вы где были? Ну, предположим, я была на встрече с подрядчиком. Только я не очень понимаю, почему я должна перед тобой отчитываться, ведь. Для сэка, пожалуйста. Ну, потому что я теперь... Спасибо. Какой-никакой, а ИО гендиректора. Да ну. Угу. Ну, поздравляю, с каким-никаким карьерным ростом. Перестань. Но у меня есть бонус. Я теперь могу приглашать тебя в свой кабинет. На приватный разговор. Ведь, мне кажется, мы закрыли эту тему. Лена, со мной надо дружить. Потому что ты ИО? Да нет, не только. Дело в том, что из Москвы едет новый генеральный директор. Страшный человек. Но мой бывший однокашник. Подумай об этом. Прошу. Спасибо. Пошла думать. Значит, соберет цветочки, блеснет слезой. Угу. Возрастные закидоны. Так и сказал. Угу. Так и сказал. Проскрипит, говорит, пару песен. Куда наденется? И после этого они хотят, чтобы я пошла на юбилей? Да. Вот им. Вот им. Рада, ну ты прекрасно понимаешь, что юбилей без тебя не юбилей. Ты должна участвовать в концерте. Рада Коли. Рада, они просили меня тебя уговорить. Ну давай, уговаривай. Посмотрю, как у тебя это получится. Рада, ты должна пойти на юбилей. Тускло, неубедительно. Не верю. А тогда мне лишат премии. А вот в это верю. Но принципами поступиться не могу. Рада, подожди. Ну, они попросили. Но это ничего не значит. Подожди. Аркаша, у тебя руки под клавиши заточены. Допей кофе и рассчитайся. Ты что, хочешь скандала? Нет, что ты. Я не хочу скандала. Я хочу позора. Особенно для этого подонка, Леньки. Привет, а ты что здесь? Что-то случилось? Я освободился пораньше. У нас в поликлиниках проводка меняют. Поэтому намекаю. Бабушка на репетиции. Мама на работе. Никита. Я не могу. Никак не получится. Ну, перестань. Ну, давай хотя бы на часик. Не получится. Не получится. У меня пара. Блин, ну что теперь делать? Не знаю. Слушай, я придумала. Иди домой и приготовь на вечер отбивные. Отбивные? Ужин, это очень важно. Произведешь нам маму хорошее впечатление. Заработаешь баллы. Ну, все. До вечера целую. Пока. Лесь. Нет. Лесь, ну точно не сможешь? Нет, точно не смогу. Прости. Александр Александрович, к вам можно? Здрасте, здрасте, Ира Степановна. Нет, нет. А вот проходите. Рад вас видеть. Проходите. Хорошо. Я вас ни от чего не отрываю. Ну что вы, что вы. Прошу вас. Прошу вас. Спасибо. Вы знаете, я подумала. Ага. Я согласна. Да? Отлично, хорошо. А на что именно? Ну, вам же нужен был капельдинер. Кто? Ну, по вакансии. По вакансии нам уборщица нужна и билетерша. Нет такого слова билетерша. Есть капельдинер. Но вы же не называете окулиста глазняком. Называю. Ну, в общем, это не важно, понимаете. Важно то, что вы возвращаетесь. Да я бы, может быть, и не вернулась. Но вы сами понимаете, пенсия маленькая. Жить мне на что-то надо. Понимаю, понимаю и разделяю. Ну и чудно. Кстати, я готова выйти на работу, хоть сейчас. Отлично. Сегодня как раз вот из Москвы антреприза. Да, полгорода придет. А что везут? Бомарше. Бомарше. Безумный день. Да, или же не пофигарова. Но вот они еще не определились. Афиш-то уже напечатали. Да с ошибками. Александр Александрович. Надо вам как-нибудь заняться своим культурным образованием. Раз уж вы по мукам пошли. Да какие-то муки. Я скорее от безделия страдаю, понимаете. Мук. Это, к вашему сведению, муниципальное учреждение культуры. То есть то, в чем вы теперь трудитесь. Ну ладно, ликбез окончен. Оформляйте. Вечером я выйду. Да. Я доложу начальству. Зачем? У начальства и так забот хватает. И потом Леня сам предложил мне это место. Он предложил. Я согласилась. До свидания. До свидания. Бомарше. Так, проходите. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Ираида Степанова? Да, это я. Ираида Степанова Кузнецова. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Да, это я. Проходите. Пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста. Здра... Ой, Ираида Степанова, здрасте. А вы тут как... Ну а что такого? Заболела билетерша. Я ее подменяю. Мы здесь буквально все одна семья. Ираида Степановна, пройдемте немедленно со мной. Не устраивайте сцен, Леонид Борисович. Но мы же обо всем договорились. Я вас уволил. У вас что, плохо со слухом? Пройдемте. Скажете Ленке, убью на месте. Не трогай меня руками. Я все слышу. Надо скандалить кругом. Ну ты стеснялся? Испугался? Так тебе и надо. Будешь знать. Никуда я с тобой не пойду. Ты думаешь, ты чего-то этим добьешься? Ничего ты не добьешься. Я 30 лет в конференции. На меня давить бесполезно. Иди домой. Я никуда не пойду. Я здесь работаю. Ты не работаешь. Я приказ о твоем назначении не подписывал. Значит, подпишешь, никуда не денешься. Я пришла. Клево. Первый раз такой метод вижу. Ну я ничего другого не нашел, чем отбить. А туркой вроде ничего получается. Ну это абсолютно не важно. Главное другое. Главное, что мужчина на кухне, это так сексуально. Я правильно понимаю твой намек? Не тратим время на болтовую. У меня там мясо. Мясо подождет. Боже мой, как-то мне надоело. Какое счастье. Какое счастье, что после пятнадцатого я вас, Иродица Степановна, больше не увижу. А что будет пятнадцатого? Ой, маразм крепчал. Юбилей у вашего мужа будет пятнадцатого, как в том анекдоте. Фиг тебе, а не юбилей. А вот на это, слава богу, вашего согласия не требуется. Рада. Люди, послушайте меня! Пусти меня! Юбилей тебе! Вот тебе юбилей! Вот тебе юбилей! Пусти, мне работать надо! Ты не работаешь здесь! Не работаешь здесь! А так? Куда ты пошла? Стой! Я тебя сейчас за храну позову! Наталья, иродица! Не смей меня угрозать! Ты подлец! Мой муж умер на сцене! Знаем, где умер ваш муж? В гримерке. Честно общаюсь с новой костюмершей. Ну? Где твоя охрана? Зови! Нет? Как знаешь. Ну и катись! Катись к черту! Публике объявим, что вдова внезапно от волнения заболела! Даже душевнее получится! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ой, мама! Здрасте! Ты уже пришла? Да! А представляешь, Никита нам мясо жарит! Прямо здесь, на диване? А мясо на кухне! И, судя по запаху, уже давно в одиночестве! Фух! Судя по следам борьбы, мясо просто так не сдавалось! Мам, мы бы все убрали! Просто ты пришла раньше времени! Ну, извините, пожалуйста! А мясо обязательно туркой было отбивать? Это какой-то специальный рецепт? Мясо по-турецки? Мы хотели молоток, просто не нашли! Потому что даже я не знаю, куда ты его все время прячешь! Угу! Молотки, Олеся, лежат здесь! Даже два! И еще несколько полезных вещей! Могу в субботу провести экскурсию для желающих! Ладно, идите отдыхайте, ребята! Я хотел мясо дожарить! Иди себе большое! Я сама! Я могу помочь! Если мама сказала сама, значит сама! Все, пойдем телек посмотрим! Никита! Да? Фартук! Есть телевизор, он там поосторожнее! Он включается с такой специальной штукой! Пульт называется! Мама! А что? Здравствуйте! Здравствуйте! Привет, бабуль! Ой, боже! Что это за запахи? Чем там вкусно пахнет? А это у Никиты мясо сгорело! Здрасте! Никита! Вы жарили мясо! Вы мой кумир! Молодой человек, умеющий приготовить мясо в наше время раритет! А то, что немножко подгорело, так это ничего! Ну, немножко это не наш случай, мам! Привет! Как репетиция? Успела? Конечно, я успела! Репетиция прошла потрясающе! Я была в ударе! Лисечка! Как у тебя дела? Студенческий котенок! Поздравляю! Спасибо! Ты ведь этого хотела! Мама! Ну, поздравляю тебя! Спасибо тебе большое, мамочка! Я так тебя люблю! Я тоже! Ну что, завтра все идем? Все? А куда? Вы чего? Я же говорила, на выставку! Точно! Выставка! Ну, конечно, все идем! Я, правда, Оле обещала на дачу поехать! Ну, съездишь на дачу, после выставки какие проблемы? Ну да! Лесь, а у меня завтра дежурство! Дежурство! Я тебе потом каталог тогда подарю! Мама, а ты про мебель-то не забыла? Сборщики приедут завтра, а туда жить больше невозможно! Да не забыла, конечно! Ну, просто я и про выставку твою помню! Подумала, чего звать, все равно никого дома не будет! А у меня как раз завтра отменилась репетиция! В филармонии подготовка к юбилею! Нас всех выгнали! Орудуют какие-то рабочие, так что я смогу побыть дома! Мама, а на выставку к своей внучке ты пойти не хочешь? А, нет, я хочу! Ну, вот именно! Леська, мы все вместе, правильно, да? Ты довольна? Да, довольна! Ну вот! Так, через десять минут всех жду к столу! Возмутительно! На Западе за собаками убирают совочком! Боже, какое чудесное утро! Я начинаю готовить завтрак! Принимаю заказы! Кто что будет! Блинчики или сосиски! Кто? Никита! Никита, вы что, с ума сошлись, что ли, а? Сейчас, сейчас, минуточку! Да я эту минуточку услышала десять минут тому назад! Вы что, не понимаете, что здесь еще люди живут кое-какие в этой квартире? Не кричи на мальчика, он опаздывает! Да, поэтому он умывается сорок минут, логично! Извините, доброе утро! Для кого доброе, для кого не очень, Никита! А, так что ты будешь бли... Понятно! Лесечка, что ты будешь завтракать? Блинчики или сосисочки? Ба, я не буду завтракать! А вы, Никитушка? А, мне все равно! Ну ладно! Никитушка, я вам борю сосисочки! Господи! За что мне все это? Пожелание ни пуха ни пера! Никак ни пера! К черту! А поцеловать? Я нечаянно совершенно... Это я верю! Когда вы хотите сделать что-нибудь специально, у вас как раз ничего не получается! А тут результат налицо! Буду благодарна, если почините после работы! Да-да-да, я обязательно! Хорошего дежурства! Мам, он все починит! Она и так уже еле держалась! Все! Пока! Все! Олеся, ты просто какой-то человек-катастроф! Ну, как я выгляжу? Ну, просто... Моя старшая сестра! Нет! Моя старшая сестра! Ха-ха-ха! Три грации! Не дать, не взять! Здравствуйте! Простите, Ирина Степановна, здравствуйте! 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 Меня Леонид Борисович послал! Понимаете, нам нужны фотографии для парни Лени Пое! Есть ли афиши? Есть ли, конечно, сохранились старые афиши? Вот! Я понимаю, что, конечно, вы теперь нам ничего... Да, конечно, Ольга Васильевна! Конечно! Сейчас все принесу! Проходите на куплю! Лени, Лени, я не борюсь! Пожалуйста! Он направо! Да, если он просил, как же я могу отказать? Ну, видите, девочки, вы идите! Я вас попозже догоню! Ко мне человек пришел! Ну, только быстренько! Конечно! Мама! Я вас догоню! Значит, говорите афиши и фотографии! А вот, это работа Полуярова! Угу! Ты только посмотри, как он выстраивает композицию! Леська, я в композиции ничего не понимаю! Ты меня извини! Хорошо, просто посмотри на этот снимок! Ну, бетонные блоки! Я их много видела! Нет, мам! Ты видишь обыкновенно! Ну, наверное, у меня глаза обыкновенные, Леська! Но это не важно! Ты хочешь этому научиться! Да! О! Илья Сергеевич пришел! Я пойду поздоровюсь, а ты пока посмотри! Ладно, давай! Илья Сергеевич! Она что, издевается? Она что, совсем с ума сошла, что ли? Ну, Леонид Борисович, я ж в конверт не заглядывала! Она так улыбалась, когда передавала! Она еще и улыбалась! Дура! Крашеная! Мне вот этим прикажете, Файл! Мне вот этим прикажете украшать! Вот это вот я должен показывать! Вот эти дырки должен показывать все это, да? Аркадий Геннадьевич! Аркадий Геннадьевич! Посмотрите, какие снимки передала мне ваша любимая подруга! Посмотрите! Вам смешно, да? Вам смешно? Здесь, между прочим, было мое лицо! Оно что, смерти моей хочет? Я извиняюсь, а… А для вас это новость! Леонид Борисович начальник управления культуры едет! Когда? Думаю, минут через десять будет! Черт! Черт-те что! Надо же было до такого додуматься! Ну, что скажите? Здрасте! Здрасте! Как вам вообще? Я ж не эксперт! Не понравилось! Понятно! А что не понравилось? Можно полюбопытствовать? Ну, я в этом ничего не понимаю! Во-первых, я не мужчина, чтобы оценить голые женские тела! Обнаженные! А в чем разница? Ну, голые в бане! Ну, в общем, не важно! Ну, да! А во-вторых, вот эти трубы и стройки все время… Это что, намек на уродство нашей цивилизации? Особенно в контрасте с живыми обнаженными телами! Да, вы поняли! Приятно! Поняла, конечно! Ну, поймете, просто в жизни все не так прямолинейно, как на выставке! Мне даже любопытно, а как бы вы жили без труб и без струй? Ну, понятное дело, плохо жили бы! Вы меня извините, пожалуйста, я пойду Олесю разыщу, а потом уже скоро уходите! Всего доброго! Все хорошо! Спасибо, что пришли! Да ну, не за что! Да, Оль, я уже вышла с выставки, сейчас еду к тебе! Ну, а как тебе вообще-то? Понравилось? Ну, бред какой-то! Голые тетки! Че, прям живьем? Ну, счастья, прямо на фотографиях, конечно! Вообще не понимаю, чем Леська собирается заниматься! На половине фотографии голая девица, на другой половине трубы с дымом! Так это прям про нас! У нас сегодня в банке с тобой то же самое будет! И дым коромыслом, и тетки голые! Давай быстрей приезжай! Ладно, все, еду уже! Мам! О! А я тебя потеряла, Леська! Мне аж пора! Ты что, поссорилась с Ильей Сергеевичем? С чего ты взяла? Я ссорилась только с близкими и родными мне людьми, а Илья Сергеевич мне абсолютно безразлична! Мне показалось, что ты рассердилась! Тебе показалось! Скажи честно, тебе не понравились его работы, да? Леська, да главное, чтобы они нравились тебе! А твоя работа вообще просто супер! Спасибо! Так что, давай! Удачи! Я побежала! Пока! Меня тетя Оля ждет! О! Мама! И пока! Я уже пошла! Уже? Угу! Лесечка, я освободилась! Показывай скорее! О! Боже! Какая красота! Да! Это фойе! Ты же еще выставки не видела! Она наверху! А мне уже все нравится! Я же благодарный зритель! Так как такое получается, ее не будет? Это что значит? Это что, живая вдова не будет на памяти своего мужа? А куда мы ее дели? Слушай, ну что я скажу общественности? Что я мэру скажу? Что москвичам скажу? Андрей Анатольевич, я все понимаю, ну что мне было делать? Ну она уперлась! Не силком же ее тащить! Это твои проблемы! Но вдова должна быть и петь! И потом! Почему у вас мэр на концерте идет после детей? Ну ты что? Смерти моей хочешь? Че встал? Пошли! Не понимаю, Ленка! Я не понимаю! Че тебе не нравится? Тебе же сказали! Парень хороший, с хорошей семьи! Да муж москвич! Вот именно! Свистать все в Москву! И что? И все! И лезь в твоя москвич! Ой, да ну тебя, Олька! Мне не до шута! А кто шутит-то? Я женщина серьезная! Сейчас чайку попьем, я тебя попарю! Ну говорю же, нет настроения! Ты мне лучше скажи, вы с Сережей завтра на юбилей к папе собираетесь? Конечно! А как мама-то переживает? Само собой, все на нервах! Я представляю! Это ж надо! Уволить человека накануне такого события! Да какое редкостное свинство, а? Ни стыда, ни совести! Подожди, подожди! Что ждать-то? Ты считаешь, это нормально? Как? Вот и я спрашиваю, как! Как уволить? А ты не знала? Как? Когда? Она же каждый день на репетиции ходит! Лен, я случайно узнала! Она меня просила, тебе об этом не говорить! Господи! Ты что, ты есть что ли? Лен, ну ты чего? Она меня убьет! Отстань! Алло! Дядя Аркадий? Здрасьте, это Лена! Это правда? Вот прух-то, а! А мама не может какое-то время вообще пожить на этой даче? Думаю, нет! Поэтому пользуемся моментом! А бабушка точно не нагрянет? Я же тебе сказала, она у дяди Аркадия! Это значит, что пару часов у нас точно есть! Олеся! Мам, как хорошо, что ты уже освободилась! Пашка, ты чего так рано? Что-то случилось? Случилось! Бабушка из филармонии уволена! И почему я должна была примчаться срочно-срочно? Что за тайны? Я бросила ребенка на выставке, примчалась сюда! Проходи! Что, замуж будешь звать? Не пойду, не мечтай! Ой, Аркаша, выставка это что-то! Ты не представляешь, какой у Лесечки талант! Художник! Она настоящий фотохудожник! Да как такое может быть-то? Да я сама бы ужиться, Олесяка! Давайте! Спасибо! Я сделаю! Да, надежда умирает последней! Бедная бабуля, ну и как же она теперь? Да я вообще не представляю, Олеся! Филармония – это же вообще вся ее жизнь! У других людей хотя бы какие-то хобби есть, развлечения! А у нее же только репетиции, концерты! Как она это переживет? А где у вас молоток? Там вон, в шкафу, в нижнем ящике! Ну, а как же дядя Леня? Почему он за нее не заступился? Так он ее сам и уволил! Да ты что? Они же всю жизнь дружили! Вот именно! Как он мог? У нее теперь вообще ничего не осталось! Ну, ладно, мам! А мы? Ну, только мы и остались! Она даже на юбилей отказалась петь после всего того, что произошло! Извините, а гвозди у вас где? Ой, Никита, в том же ящике, только поглубже, там, в баночке, спокойно! Подожди, мама, как отказалась петь на юбилей? Она же на репетиции ходит каждый день! Это не знаю, куда она ходит, а только не в филармонии! И что теперь делать? Да не знаю! Но сейчас она хотя бы делает вид, что у нее все в порядке! А если мы начнем утешать, то, ой, неизвестно! То есть, будем молчать? Ну, как будто бы мы ничего не знаем про увольнение! Ну, а как мы ее спросим? Мама, тебя не уволили, случайно? Назначались-ка! А так, пожалуй, будет лучше! Ну, просто будем с ней как-то понежней! Ей, конечно, сейчас очень тяжело! Извините, а где у вас йод? Йод! Скотина! Я ради себя! Я ради Николая Георгиевича! Только Колю не трогайте! Безимцы его не досмотрят! Я прошу тебя! Оставь меня! Ну, люди придут ради Коли! Почти ему память! Вот именно! Наши отношения совершенно, по-моему, не важны! Важны юбилеи! Все билеты распроданы! На месяц! Вон оно что! Билеты, деньги! Слышать я-то вообще не могу! Я прошу тебя рада! Ну, рада! Хорошо! Я согласна! Но у меня условия! Тебя на этом юбилее не будет! Нет, ну, рада! Ну, ты же понимаешь, это невозможно! Как хочешь! Рада, ну зачем ты это делаешь? Не провожай меня! И, кстати, дипломат из тебя еще хуже, чем аккомпаниатор! Ой, бабуль, привет! А мы тут все на кухне! Пришла! Тихо! Все как договаривались! Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Мы тут столько всего наготовили! Сейчас будем ужинать! Да что-то не хочется! Мамочка, а как ты себя чувствуешь? Как твой давление? Хочешь, я тебе чай приготовлю с травами! Да не надо! Я себя прекрасно чувствую! Просто устала эти репетиции! Пойду полежу! Мама! А давай я тебе чай в комнату принесу! Я хочу побыть одна! Можно? Конечно! Тяжело! Вы, Никита, тоже хорошая! Чего вы молчали-то? Ну что говорить-то я… Я не знаю! Могли бы что-нибудь спросить! Про здоровье, например! Вы же врач, в конце концов! Да, Никит! Мог бы и сказать что-нибудь ободряющее! Врачи очень редко говорят что-нибудь ободряющее! Ну, я только два таких выражения знаю! Ваш диагноз не подтвердился и анализы в норме! Ну, здесь это было как-то неуместно! Ой, Лесечка, ты все хорошешь! Здрасте, Дора Исаевна! Здрасте, здрасте! 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 Ну, как всегда, выражительная! Да! Так, а Рада где? Я здесь, Дорочка! Здравствуй, моя хорошая! Богиня! Вот ты еще лет не была в стилармонии, завтра поеду обязательно! Уверена, будешь блистать! Показывай уже свой шедевр! Рада? Ты не поверишь! Это шедевр! Показываю! Так, девочка моя умничка! Принимай работу! Ну, замечательно! Дора ты чудо! Ой, потрясающе! Как вам, девочки? А? Вообще супер! Мам, примерь! Держи! Да ну, я даже не знаю, по-моему, и так понятно, что хорошо! Не, бабуль, примерь обязательно! Ну, конечно! Рада, золото мое, давай переодевайся, потому что платье без человека – это просто тряпочка! Золото, переодевайся, а! Если что не так, подправим, подрежем! Дамы, 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 чуточку терпения! Ну что, по-моему, прекрасно! Да как влитое! Мам, просто нет слов! Бабуль, это реально круто! Как для себя, Шелла Радочка, как для себя! Потому что не вредная! Так, все, я опаздываю! До свидания! На! Ой, здравствуй, дура! Пока, Аркадьевич! Дядя Аркаш, посмотри! Правда бабушка супер! Рада! Да, я такая! Завтра все умрут от восторга у моих ног! Что вы все-таки решили завтра? Проболтаешься – умрешь на месте! Ну, видно, Лена в курсе! Как в курсе? Ну, она сама позвонила, спросила! Это не я! Я просто подтвердил! Так вы все знаете, да? Я поверить не могу! Мамочка, давай-ка ты успокоишься, и мы сейчас все обсудим! Действительно! Они, оказывается, все знают и молчат! Я тут перед ними спектакли разыгрываю, козой скачу! Мам, просто мы не хотели сделать тебе больно! Да, за вас уже постарались сделали, вы еще добавили! Ба! Мам, нам просто было трудно начать этот тяжелый разговор! Да! Это очень просто! Я начну этот разговор! Я не нужна! Меня уволили! Филармония меня больше не ценит! Мама, какая ерунда! Да, да! Тебе не ценит только один человек! Дядя Леня почему-то, но все остальные тебя любят! Не надо со мной сюсюкаться! Они плевать на меня хотели! Ну, как это так? Мама, завтра будет концерт! Пол города придет! Все захотят услышать, как ты поешь! Да, да! Нет, нет! Я никогда больше не переступлю порог филармонии! Ноги мои там больше не будут! Это неправильно, мама! Это не потому, что завтра юбилей у папы! Это будет странно, если родственники не придут! Это просто неловко! Что подумают люди, мама! Мне плевать, что подумают люди! Но знайте, придете на этот фальшивый юбилей, прокляну! Мамочка! Мама! Я сейчас! Я ее верну! Дядя Аркадий, пожалуйста! Рада! 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 Ой! Строила, мама! Главное, зачем от нас скрывать? Что мы? Чужие люди, что ли? Ну что теперь-то? Да теперь уж ничего! Что будем делать? На вечер, я так понимаю, мы уже не идем? Ну вот как мне идти, Олеська? Ну как мне идти? Я даже не представляю! Полгорода придет, а нас нет! Ну и что получается? Это мы забыли о юбилее деда, что ли? Мам, ты меня, конечно, прости, но дедушка умер пять лет назад, а бабушка жива! Ей так обидно, а тут еще мы! Ну и что мы? Вот чем мы ее обидели? Не знаю! Ну мне ее очень жалко! Думаешь, мне не жалко, что ли? Ну и что будем делать? Не знаю! Ладно! Утро вечера мудренее! Покойной ночи! ПЕСНЯ Только раз в холодный зимний вечер Мне так хочется любви Спасибо нашим гостям из Москвы Вокальному трио «Реликт» за подаренные нам чудесные мгновения А мы продолжаем вечер памяти нашего любимого Николая Кузнецова К сожалению, его вдова Ирина Степановна заболела И не может быть сегодня с нами Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления АПЛОДИСМЕНТЫ Зато у нас сегодня в гостях дочь и внучка нашего родного Николая Кузнецова Поприветствуем их! АПЛОДИСМЕНТЫ Люди уходят, такова жизнь Но связь поколений продолжается Когда-то у Николая и Ираиды был коронный номер АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, 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 вот А сегодня этот маленький шедевр прозвучит в новом исполнении Любимый романс юбиляра исполнит молодой и очень талантливый солист Александр Болдырев Как говорится, жизнь продолжается АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу! ГОЛОДИСМЕНТЫ Иг겠어 ГОЛОДИСМЕНТЫ — ПЕСНЯ ГОЛОДИСМЕНТЫ И вы, рысаками, и кучеров вы имели лихих, Ваша хозяйка состарилась с вами, пара гнедых, пара гнедых. Вправо! Спасибо, спасибо. Дорогие мои, я благодарю вас за то, что все эти годы вы были со мной. Ваша поддержка и, судя по вашим аплодисментам, ваша любовь в этот день мне особенно необходимы. Спасибо, что помните большого артиста и необыкновенного человека Николая Кузнецова. Коленька, спасибо тебе и прости меня за все. Она воскресительная женщина. Я хочу сказать, что сегодня я пела на этой сцене в последний раз. Я ухожу. Сашенька, иди сюда. Иди, иди, иди. Прошу любить и жаловать. Александр Болдырев. Прелестный баритон. Рада. 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 Никита, простите, простите, я вас возбудила. Я просто забыла, что вы у нас здесь ночуете. Вы спите, я только кофе себе сварю. Я тихонечко, не обращайте внимания. О, кофе нашла. Ленка на заначке. Чудо. Запах. Никита, знаете, я что подумала? Может, я вам заодно кофе сварю? Но все равно вы уже не спите. Ну что, я буду сидеть, пить кофе, а вы будете спать и завидовать, а? Да, да, да. Спасибо большое, я с удовольствием. Ой, ну и чудненько. Ой, мама, ты чего? Что случилось? Случилось утро. Мам, ты с ума сошла? Такая ранища, можно спать и спать. Соня, просыпайся. Ой, ты мне в последний раз так будила в седьмом классе. Теперь так будет каждое утро. Я свое наверстаю. Давай ты начнешь наверстывать с Олеськи. Нет, 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 начни, пожалуйста, с Никиты. Глупышки, Никита уже давно встал. Он, оказывается, жаворнок, как и я. Мы с ним уже завтрак приготовили. Просыпайтесь, Соня. Подъем. И сосисочки. Вот. Чудесно. Милый семейный завтрак. Могу еще котлетки пожарить? Мам, куда? Столько-то. У каждого должен быть выбор. Хочешь кашку, хочешь бутербродик. Хочешь работай, хочешь дома сиди. Спасибо, очень все вкусно. Вот и на здоровье ешьте. А я на вас буду любоваться. А сама что, завтракать не будешь? А я потом как-нибудь. У меня теперь времени свободного полно. Это вам всем на работу. А у меня работа теперь дом. Чистая квартира, вкусная еда, глаженное белье. Я этому очень рада. Ой, мам, ты знаешь, я под таким впечатлением от вчерашнего вечера просто все время вспоминаю. Да, бабуль, это было супер. А сколько людей пришло? А какие теплые слова. А цветы? Да я даже не помню, когда столько цветов у нас было. На похоронах у Коли. Ну, не будем о грустном. В 60 лет жизнь только начинается. Ну, какие у вас сегодня планы? У меня зачет по диафрагме и выдержке. А, у меня тоже. Сегодня зачет по выдержке. Явление нового генерального народу. Все на нервах. Говорят, очень жесткие. Хотя и правильно. Давно у нас пора порядок навести. Надеюсь, он будет симпатичный. Ну, а у вас, Никитушка, какие новости? Что-то вы все молчите, молчите. Даже не знаю. А, в больницу новый тамогов привезли. Еще месяц назад. Так он все это время стоял нераспакован. Ну, представляете? Зам главного боялся устанавливать. Вдруг что, сломаем? Так заму уже лет 70, наверное. Хорошо, что на пенсию отправили. Хоть какая-то движуха начнется. Ну, что, он только место занимал. Сам ничего не делал, другим не давал. Очень интересная история. Наверное, опять кто-нибудь с поздравлениями. Алло. Да, сейчас, ба, тебя. Алло. Что? Фима? Какой Фима? Ах, Серафимочка! Это ты? Никит, вы хотя бы иногда думаете, когда говорите. Извините, я не выспался. Вы очень плохо соображали. Не стоит извинений. Просто рассказали забавную историю про никому не нужного пенсионера в тот самый момент, когда мама вышла на пенсию. Вот вы знаете что? Вы лучше ешьте. Вот это у вас очень хорошо получается. Должно уже быть какое-то элементарное уважение к пожилому человеку. Ну ладно тебе, Никита, не специально. Ну ты тоже молодец, нашел чего лякнуть. Да ладно, уже проехали. Просто на будущее запомните простую схему. Сначала думать, потом говорить. Или не говорить. Удивительно, что нужно объяснять такие элементарные вещи. Бабушке сейчас так тяжело. Мы должны ее как-то поддержать. А как, мам? Давай, давай, бабуля, работай по дому? Ну нет, конечно, я не это имела в виду. Как-то мы должны позаботиться о ее комфорте. Кстати, о комфорте, мамуль. Что там с мебелью? Когда эти уже твои неуловимые сборщики будут? Так я звонила. У них просто расписано все на неделю вперед. Ты можешь себе представить? Ну а с другой стороны, слава богу, не горит. Соберут же когда-нибудь, да? Да. Собирай мебель. А бригада? Ты что, еще ничего не понял? Не будет никакой бригады. Это мамина хитрая-хитрость, чтобы нас с тобой в одну комнату не селить. Да ладно. Да точно. Креативненько. Ну как же, хорошо, что ты позвонила. Ленка, представляешь, это Фима. Какой Фима? Ну как? Наши соседи, бывшие. Тетя Фима, дядя Сережа и Лесик. Вас с ним еще с женихом и невестой дразнили. Ну что-то такое смутно припоминаю. Ну скажи привет. Мам, ты с ума сошла, что ли? Я опаздываю уже. И купи продукты, я буду готовить ужин. Леночка передает тебе привет. О, привет. Доброе утро. Шикарно выглядишь. Спасибо. Смотрю тоже при параде. Ко встрече нового шефа? Ну а почему нет? Ну и как дождать твоего друга монстра из столицы? Если вы обо мне, то я уже здесь. Доброе утро. С приездом. Да надо было лет 10 назад еще все бросить и заняться домом и родными. Лесечка, это тетя Фима. Поздоровайся с ней. Бабуль, да опаздывай. У меня куда? Давай потом. Лесечка передает тебе привет. Да. Да у меня же внучка Лесечка. Умница, красавица, вот и художник. У нее была персональная выставка. Да. Творческая натура, конечно. Вся в меня. Что? А ты разве еще работаешь? А, да-да, беги, конечно. Да-да, увидимся обязательно. Звоним в любое время. Доброе утро, дядя Аркадий. А, доброе утро. Бабушка дома? Да. Бабушка. Бабушка. Здравствуй. Ну, как дела? Лучше всех. Проснулась сегодня, как Джульетта в склепе. Вся в цветах. А тут еще ты со своими вопросами дурацкими. Просто я же не думал. И зря. Думать полезно. Ладно, проходи, раз пришел. Спасибо. Только думай, что и как спрашивать. Ты теперь сапер. Раз ошибешься, не подлизывайся. На кухню проходи. Буду тебя завтраком кормить. У меня теперь хобби такое. Всех кормить завтраком. Ну, ты идешь или нет? Два раза греть не буду. Иду. Иду. Пей. Ешь. Могу еще котлетки пожарить. Хочешь? Ты же знаешь, что я не завтракаю. Зачем я все утро готовила, я не понимаю. Ну, не хочешь, как хочешь, уговаривать не буду. Ну, почему? Оладушку я съел. Все были в восторге от вчерашнего вечера. Мне кто только не подходил. Такое говорили, наверное. Купался в лучах моей славы. Ну, что ты? Все восхищались тобою. Мне это совершенно неинтересно. Не, ну, такое говорили. Ну, что? Что говорили? Ну, говорили. Ну, что конкретно говорили? Ну, говорили, что ты достояние России. А, ну, это уже не в первый раз. А банкет хоть нормальный был? Или Ленька опять пожадничает? Шикарный банкет. Шикарный. Просто столичный уровень. Ой, я тебя умоляю. Наверняка наворовали из банкета тоже. Ну, а о том, что я уже больше никогда не выйду. Куда? Туда. Не, ну что ты? Товое заявление об уходе всех повергло в шок. Ну, так уж и в шок. Хотя, было красиво. Какое-то красиво. Это было так эффектно. А Ленька выглядела, как дурак. И на сцене, и на банкете. Ну, наконец-то заметили. Только ради этого и стоило пройти через все эти муки. А ты чего пришел? Как? Я переживаю за тебя. Не надо за меня переживать. Ты за себя переживай. Тебе же есть чем заниматься? Есть. Ну, вот отлично, вот и занимайся. Мне тоже есть чем заняться. Да? А чем? Ставить буду. Что, спектакли? Чайник. Утром и вечером. Теперь все хозяйство на мне. И раз уж ты есть не хочешь, точно не хочешь. Точно. Отлично. Тогда допивай свой чай, мой чашку, пойдешь со мной. Куда это я с тобой пойду, а? Органами торговать. Какими органами? Расслабься. Пойдешь со мной на рынок, поможешь мне выбрать мясо. Ну, у меня же, ну, не репетиция. Ах, боже мой, какие мы востребованы. Хорошо, пойдешь после репетиции. А после репетиции у меня халтура. Халтура? Да, как же, боже мой, халтура, как же, я забыла. Это я всю жизнь в филармонии верность хранила. Думал, из нее меня и вынесут вверх ногами. А ты у нас известный халтурщик. И тем, блям-блям, и этим. Ну, как-то ведь надо пошевать. Мне тоже, Аркаша, мне тоже. Но ты всегда говорила, что халтура и ты, да и вещи несовместные. Я такое говорила? Да. Я такое говорила? Да, я такое говорила. Я, может быть, этим намекала, на то, что я хотела бы попробовать. Но ты же не предлагаешь? Когда у тебя репетиция? Через два часа. Ты все успеешь, пойдешь со мной на рынок. А теперь допивай чай, мой чашку. Мне надо переодеться. Дверь закрой, халтурщик. Дверью хлопать необязательно. Почему я халтурщик? А кто ты? Самый настоящий халтурщик. Каких свет не видел. Итак, глаза. Все вы, наверное, слышали выражение «глаза, зеркало души». По-моему, правильное выражение. Или нет? Как вы думаете, кому принадлежат эти глаза? Да кому угодно. У моего отца такие глаза, когда он меня грозит. А по-моему, это маньяк. Такой пронизывающий взгляд. Сайко, а вы что думаете по этому поводу? Ну, не знаю. Может, это артист какой-нибудь? Угу. Значит, воспитывающий сын отец, маньяк и артист. Любопытно. Тем более, что это глаза папы Римского. Что-то у него есть от воспитателя. Что-то, я думаю, от артиста. Ну, насчет маньяка ничего сказать не могу. Ладно, пошли дальше. Как вы думаете, кому принадлежат эти глаза? И я, как исполняющий обязанности, очень рад, что именно он с сегодняшнего дня будет возглавлять нашу компанию. Прошу любить и жаловать Ливандовский Евгений Николаевич. Прекрасный человек, стопроцентный профессионал. Ну, все, Виктор Андреевич, спасибо. Спасибо. Извините. Ничего страшного. Итак, я буду краток. Проблем в компании много, проблемы сложные. Решать их нужно будет как можно скорее, не всегда приятными методами. Для этого, собственно говоря, я здесь. Я слышал, что кое-кто в коллективе считает меня монстром. Я отвечу сразу. Любить меня не обязательно. Обязательно выполнять мои указания. Есть какие-нибудь вопросы? А правда, что офис в другое помещение переезжает поменьше? Да, я хотела бы уточнить. Я не подписана договора с подрядчиками. Мы приостанавливаем? А вы к нам надолго? А вы женаты? Понятно. Если вопросов больше нет, я вас не задерживаю. А чем тогда спрашивать? Есть ли вопросы, если вы не собираетесь на них отвечать? А я все услышал. Я отвечу каждому индивидуально. А потом я буду задавать вопросы, отвечать будете вы. Пожалуйста, за свое подразделение я готова отчитаться хоть сейчас. Ну, ответьте. Это не к спеху. Извините. Ну, вот этот кусочек, по-моему, симпатичный. Да. Или лучше вон тот? Дорогая, вы что, мужа выбираете? Берите любое, какое на вас смотрит. Ну, еще не хватало, чтобы мясо на меня смотрело. А в какую цену вот этот кусочек? 350. Сколько? Он у вас что, золотой, что ли? Совсем совесть потеряли. А 350, это много или мало? Откуда я знаю? Слушай, прости, реально, она точно знает. Она меня сбрасывает. Я встречусь с каждым из вас индивидуально. Мы с Виктором Андреевичем составим график, а Нина... Просто Нина? А просто Нина доведет до сведения каждого. Простите, пожалуйста, можно я выйду на одну минуточку? Да, хоть началось. Простите. Да, так что с переездом? Евгений Николаевич. Да, дядя Аркадий. Что случилось? Что-то с мамой? С мамой как раз все в порядке. А вот с ее дочерью нет. Что за манера сбрасывать вызов? Мамочка, ну я была на совещании, я не могла ответить на твой звонок. А, значит, на звонок Аркадия ты отвечаешь? А на мой звонок нет. Я воспитала хамку. Бесчувственную, бессердечную хамку. Мам, послушай. Нет, это ты меня послушай. Это я умирала. И счет шел на секунды. Молчишь? Короче, скажи, как выбирать мясо? Мясо? Ну, мамуль, давай я сама куплю. Нет, я не считаю тебя ни на что не способна. Хорошо. 350 рублей за килограмм мяса, это нормально. Это по работе? С поставщиками беседуете? Нет. Ну, это не мешает производственному процессу. Да я не знал, что наша компания мясом проторговывает. Витя, ну почему ты не сказал? Илья Сергеевич, простите, но я не поняла. Чего ты не поняла? Что надо-то просто наснимать глаз? Я только что два часа объяснял. Ну, простите. Ну, хорошо, давай еще раз. Надо снять глаза близкого человека так, чтобы потом можно было о нем все рассказать. Но не его профессия, понимаешь? А его внутренний мир. Ага. Фотохудожник, он в чем-то психолог. Понимаешь, надо постараться в кадре ухватить и выразить душу своей модели. Понятно? Не знаю, наверное. Эдик, можно тебя? Объясни, пожалуйста, второкурснице, как надо правильно снимать глаза. Может, у тебя получится доходчивее? Вы все-таки молодежь. Разговаривайте на одном языке. Двоечница, да? Да, причем круглая. Давай объясняй, отличник. Ну, про глаза, зеркало, души ты, наверное, уже в курсах, да? Ну, вот, считай, полдела сделано. Остались только детали. Итак, существуют четыре основные позиции. Смех, страх, удивление и грусть. Если ты что-то из этого поймала и классно сняла, то все, можешь смело считать себя фотохудожником. И все так просто? А жизнь вообще простая штука. И да, там на случай фотосессий всяких или портфолио не можешь поймать эмоцию. Создай. Как? Ну, например... А! Страх уже есть. И смех тоже. Видишь, все просто. Две секунды, две эмоции. Ничего сложного. Держи. Ладно, все, пока. Пока. Да. И купи себе нормальную камеру. Да дорого. Ну, если что, обращайся ко мне. Я тебе найду боюшечку, но отлично. Спасибо. До свидания. Ну что, Ленок, на обед? Нет, я попозже, ведь. Слушай, ты, пожалуйста, с Ливандовским поаккуратней. Без наездов. Я разве наезжаю? Ну, я ж тебя знаю. Не лезь на рожон, Ливандовский уедет. После себя оставит преемника. Скорее всего, меня. Так что, пожалуйста, меня не подставляй. И сама не подставляйся. Тем более, что я ему уже сказал, что ты мой человек. Вить, я не твой человек. Я не чей человек. У нас крепостное право, слава богу, давно отменили. Так что я сама по себе, хорошо? Вот и славно. Мамочка, привет. Прости, пожалуйста, у меня в прошлый раз сорвалось. Как у тебя дела? Ты мясо купила? Купила. А ты когда вернешься? Ну, когда-когда? Ну, после работы, мам. Давай пораньше. Постараюсь. Да, спасибо, что позвонила. Целую. И я тебя. Что случилось? Ты еще спрашиваешь. Полюбуйся на него. Он ожил. Между прочим, это была твоя идея рыбу купить. Моя? Ну, конечно, ты сказал, бери мясо, которое на тебя смотрит. Он и смотрел. Что нам теперь с ним делать? Мне кажется, его надо в воду отнести. Хочешь в воду? Сейчас дядя Аркадий тебя отнесет. Ну, что стоишь? Неси. Ну, давай, давай. Ну, старче, загадывай три желания. Чего ты там хочешь? А что, чтобы ты стала молодычица морской, а? Аркаша, не хами. Я тебе не старуха. Зачем я тебя послушалась? Надо было мясо купить. Оно бы точно не ожило. Как-то нехорошо он на меня смотрит. Аркаша, мне не нравится его взгляд. Обычный взгляд. Рыбый. У Леньки такой же. Не надо так на меня смотреть. Понял? Не понял. Ладно, хватит играть в гляделки. Аркадий. А ты же живой? А он мне нужен, мертвый. Он ведь закупается тут. Да-да, давай воду спустим. Ты что, садист? Убей его по-быстрому и все. Только не это. Только не это. Я не могу убивать живую реву. Что тут мочь-то? Дай ему по башке чем-нибудь тяжелым и все. Ты мужик или нет? Я мужик, но я не убийца. Я и сразу начну собирать. Но почему не получится? Все, лезь, я тебя люблю. Да ты просто струсил. Да, хорошо, я струсил. Ну иди, иди, трус. Все равно от тебя никакого толка. Ты пойду. Давай, нотки свои не забудь. Не забуду. Угу. Рада. Я тебе не рада. Ой, извините. Здрасте. Здрасте. До свидания. Как хорошо, Никитушка, что вы пришли. Вас-то мне только не хватало. Мне нужна ваша помощь. Так. Скажите, вы можете убить Леню? Что? Пойдемте, я вас познакомлю. Я не могу, мне нужно мебель собрать. Это позже. Вы же врач. Вы должны уметь. Вот, посмотрите. Я назвала его Леня. Уж очень на моего бывшего директора похож. Убьете? Ну. Если вы настаиваете. Спасибо. Не знаю, понравится вам или нет, но мой отец готовил карпа именно так. Ну, Никита. Ну, он мне уже нравится. Я влюблена в него с первого взгляда. Правда, мелочь похожа на мясо. Ты не находишь? Рыба намного полезнее. Ну, овощи еще полезнее. Мам, спасибо, что не заменила мясо на морковные котлетки. Ну, у тебя карп а-ля Никита. Потому что Никита у нас сегодня герой. И карпа убил. И ужин приготовил. Ну, давайте уже есть Леню. Так. Ой, Никита. О, красота. М-м-м, божественно. Вы волшебник. М-м-м. Да. Я завтра в первую смену работаю. Приду после обеда и сам все соберу. Да. Ну, и молодцы. Давно пора. А я еще и удивляюсь, чего так давно не сделали. В наше время человек может рассчитывать только на себя. М-м-м. Очень вкусно. Здрасте. Здравствуйте. Господи. Нин, привет. Привет. Лена, погоди. Подожди. Да чего подожди? Мне назначено. Знаете, вон, Семенову тоже назначено было. А у меня, Лена, последнее предупреждение. Поэтому, знаешь что, погоди. Я сейчас все узнаю. Евгений Николаевич, к вам в Сайко. Напомните, это кто такой? Это не такой, а такая. Елена Николаевна Сайко, начальник отдела снабжения. Ей назначена на сейчас. Через полчаса. Здрасте. Рада, я все придумал. Ты должна давать уроки бокала. Ну вот еще. Никому и ничего не должна. Ну подожди. Ну кто? А кто, если не ты? Я не знаю кто. У меня есть дела поважнее. Уборка, стирка. Так я же не про сейчас. Я на перспективу. Ой, Аркаш, я не понимаю, как с таким плохим слухом ты умудрился пролезть в музыканта. Я тебе уже говорю. Я делаю уборку. И чем болтать, лучше бы помог. Хорошо. Скажи, что делать? Я помогу. Пылесось вон. Вон пылесось. Вот это. А, смотри. А где заключается? Аркаша, здесь всего одна клавиша. Я вообще считаю, что у тебя с твоим опытом... Что? Ни черта не слышно. Я говорю, я считаю, что ты со своим опытом... А, на возраст намекаешь? Хам, пылесось давай, не отвлекайся. Ну как? С таким знанием предмета, сцены. Господи, сколько лет ты на этой сцене отдавалась всей своей силой, все свои возможности. Понимаешь? Вот в чем дело. Ты настоящий. Аркаша, ты или говори, или пылесось. Одновременно у тебя голоса не хватает. Я говорю, ты настоящий, прирожденный педагог. Ой, какая приятная, но грубая лесть. Хотя, ты знаешь, я всегда давала молодым вокалистам очень ценные советы. О, наконец-то. Верочка, мне назначено. Да, Леночка, ради бога, но мне позвонили, сказали срочно. Правда, нет? Сейчас. Сейчас выясню. Евгений Николаевич, к вам главная бухгалтер пришла, Елена Николаевна. Бухгалтер пусть заходит. Мим, а Сайко? Через час, нет, через полтора. Бред какой-то. Да, Лесь. Да, Лесь. Да нет, Лесь. Думаю, часа через два все соберу. Добрый день, Никитушка, вам ничего постирать не нужно? А, нет, спасибо большое. Мне так понравилось стирать, просто енот-полоскун какой-то. Понимаю, понимаю, но у меня все чисто. Ладно, у Ленки посмотрю. У нее всегда куча грязных вещей, а на меня напал такой постирон, это что-то. Так бы стирала и стирала. Так. Приготовьте крепежные болты. А может, я приготовлю? Я так хорошо готовлю. Нет, нет, спасибо, я сам. Ну, как хотите. Так, болты. Ну что, Нин, я надеюсь, он теперь один? Ой, Ленка, так он пять минут назад как ушел. Как? А я? А я ему напомню про тебя, а он сказал завтра в 16.00. Нет, ну это вообще уже ни в какие ворота. Да, ну так, но за целый день не попасть на прием. Ну, может, она как и лучше, Лен. Почему? Да потому что вот начальник транспортного отдела попал. И что? И уволили. Интересно. Очень. Никитосик, как там у тебя дела? Ты что, с ума сошел? Что тумбочки собираешь, а кровать? Для кровати болтов нет, прикинь. Как так? Вот так, до комплекта, походу. Добрый вечер. О, Господи ты, Боже мой. О, я думала, у вас тут уже собранная мебель стоит. А у вас тут конь не валялся, да? Привет, мам. Ты представляешь, Никита стал эту твою мебель собирать, а болтов нет. Во-первых, не мою, а нашу. Я бы даже сказала, вашу. Во-вторых, действительно безобразие. Я уже завтра лично поеду в этот магазин, буду разбираться, потому что, главное, обещали, самая лучшая фирма, самая лучшая фирма. Ленка, привет. Добрый вечер. Попробуй, Алладыш. Да я не хочу. А вы про какие болты говорите? Мам, ну про специальные мебельные болты, про болты. Ну ты что-нибудь в этом понимаешь или нет? А вы внимательно смотрели, Никит? Может быть, не нашли? Да, Никит, хорошо посмотрел. Хорошо, хорошо посмотрел, нету нигде. Вы не про эти болты говорите? О, это то, что надо. Ух ты, бабуля, ты волшебница. А где ты их нашла? Да я сегодня по стирушку затеяла. У тебя, Ленка, в шкафу с бельем копалась, а там этот мешочек с болтами. Не понимаю, как они там оказались. А Алладушки будут готовить через пять минут. Прям полтергейст какой-то у нас завелся, да, мам? Леска, отойди, что-то в глаз попало. Не надо иронизировать. Тут у нас такой кавардак в доме, знаешь, что хочешь, потеряешь, голову свою потеряешь. Наверное, как-то механически сунула их и даже не заметила. Главное, что нашлись. Спасибо, мама. Всегда пожалуйста. Все на Оладушке. Ага. Ну, а что вы стоите как копаны? Идите и ешьте. Оладушки бабушка прекрасно готовит. Оладушки. Ленка? А что это ты средь бела дня? Я думала, ты на работе. Да, генеральную встречу на четыре часа назначила. И решила пока в магазин смотаться. А я тоже за продуктами собралась? Ну, может не ходить. На голодный обморок я купила. Вот именно что. А я хочу питаться нормально. Мясо, свежие овощи. Поэтому собралась на рынок. Теперь я могу себе это позволить. Так, я что-то пропустила? Ты выиграла лотерею. Ой, я совсем забыла тебе рассказать. Я теперь буду неплохо зарабатывать. Аркадий Душка, угадай, что он мне предложил? Банк ограбить. Ой, Лена, с юмором у тебя всегда было не очень. Он мне предложил преподавать. Представляешь, как ты думаешь, получится из меня педагог? Педагог? Ты что, не веришь в меня, как в педагога? Ну... Ленка, ну вспомни, как я в детстве учила тебя петь. Это я как раз очень хорошо помню. Поэтому не очень верю. А я вот назло тебе воспитаю лауреатов всех конкурсов, и ты поймешь, с кем рядом прожила всю жизнь. Ну, давай, давай. Радочка, добрый день. Ничего доброго, Аркаша. Ну, что такое? Да у тебя есть ученики, да у тебя нет учеников. Ученики будут, но не сегодня. Сегодня мы идем с тобой в ресторан. А с чего бы это? Нахалторил по кабакам, не терпится прогулять? Нахалторим вместе. Ты мне упрекала, что я не предлагал тебе халтор. Вот, предлагаю. Сегодня вечером ты поешь в ресторане вместе со мной. И что я пою? Ну, репертура, конечно, не балакин. Но тоже классика романса. Дорогу длинную, конфетки, баночки, что попросят. Я им сказал, что ты только что вернулся из Нью-Йорка. И что Люба Успенская твоя ученица. Ты с ума сошел? Она старше меня. Вот, присти. А в остальном, конечно, молодец. Хотя петь по кабакам, это по шлятину нет. Нет, нет и нет. Ну, с твоих что-то хочешь, и они заплатят деньги. Ой, я тебя умоляю. Один вечер, твоя филароническая зарплата. Думаю, строгое черное платье в блестках подойдет. Пошли. Хотя это, конечно, какая-то авантима. Вечно ты меня во что-то втягиваешь. Как я согласилась, не понимаю. Ну, что стоишь, раздевайся. Так я не могу. Мне надо зайти домой за нотами, за костюмом. Вечно с тобой одни проблемы. Стой здесь, я возьму платье, пойдем к тебе распиваться. Ма, а что случилось? Ничего. Добрый день. Здравствуй, Леночка. Ма, а что ты вернулась? А ты же вроде за продуктами для ужина уходила. Я вам не кухарка. Пойдем. А ты куда? Покорять кабаки. К ужину не жди. Покреночка. До свидания. На халтуру. Алло. Леся, я освободился. Ты когда будешь? Я в кино. С кем я его знаю? Дурак. У меня занятия по истории кину. Что-то сбежать можешь? Мы погуляем вместе. Какой погуляем? Быстро домой. Мама на работе. Бабушка куда-то усвисталась дядя Аркадия. Понял. Два раза беседе не надо. Леся, слушай, может каких пирожных купить сразу? У нас праздничный вечер. Купи, но только не пирожных, а что-нибудь экзотического. Все, скоро буду. Извините, я в туалет. Сейчас приду. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Здравствуйте. Я думал, никого нет дома. Да. Я смотрю, вы к ужину что-то купили. Похвально. Да, я с работы пораньше освободился. А я тоже заехала ненадолго. Очень удачно. Как раз давно хотела с вами поговорить. С глаза на глаз. Ну или глаза в глаза. Ну что ж, давайте поговорим. Ну не в прихожую же. Давайте что-нибудь на кухню. Вы присаживайтесь. Я вот давно хотела вас спросить, Никита. А ваши родители, они вообще знают о вашем новом положении? Пока еще нет. Я как раз собирался. Долго собираетесь. Вам же не надо для этого в Москву ехать. Вы, наверное, в курсе, что есть такое изобретение, как телефон. Конечно, в курсе. Никита, вы на меня не обижайтесь, пожалуйста. Я просто хочу ясности. И я хотела бы узнать, насколько серьезно ваше чувство к Олесе? Я ее люблю. А вы знаете, что от любви дети случаются? Конечно, знаю. Я же врач. Я много чего знаю, что от чего случается. Шутите. Я повторюсь, я хочу ясности, и вот мне пока не ясно. Вы кто? Вы жених или вы сожитель? Понимаете, мы с Алисей уже достаточно взрослые люди. И мы как-то сами вправе решать. Мне кажется, мы не обязаны. Мне кажется, вы обязаны. Обязаны ответить мне на поставленный вопрос. Хотя бы потому, что вы живете в моем доме и спите с моей дочерью. Никита, я пришла. Иди целуй меня. Мама, ты дома? Я-то дома. А ты чего не на занятиях? А у нас пару отменили. То есть как это отменили? Так, заболел препод, пришел, чихает весь. Нас и отпустили. В поликлинику, наверное, пошел. К лору. А лора и след простыл. Мам, ну что ты придираешься? А ты сама-то почему не на работе? Мне к четырем. Да? Так уже полчетвертого ты не опоздаешь? Сколько? Так я уже опаздываю. Ёбки-палки. Господи. Олетька, слушай, там еще за продуктами надо сходить. Так бабушка же собиралась. Бабушка в кабаке. Где? В кабаке. На халкуре она. А-а-а, хорошо куплю. Это еще. Ра. Вот что. Я там борщ варила. На плите стоит. Ты довари. Доварю. Я с фасолью варю. С фасолью доварю. Так, что еще? Квартира. Квартиру надо прибрать. Алис, у нас же просто вообще невозможно. Хорошо, уберусь, мама. Уберусь. И вообще, я хотела сказать тебе... Мам, ты опоздаешь. Так. Ну, здрасте. А это точно здесь? Адрес тут. А ты туда идешь? А куда еще идти, Рада? Извините, пожалуйста. Здрасте. Здравствуйте. Аркадий, не несись. Я не несусь. Ты как слон в послуге лапы. Осторожнее. Извините. А ты знаешь, куда идти? По-моему, туда. Ой, здравствуй, Вова. Где вас вносит? Что вы тут забыли? Мы все в банкетном зале. А мы что, опоздали? А вы на часы не смотрите? Или вы на часы не заработали? Только со мной. В темпе вальса. Мы уже начинаем. Рада, ты идешь? Назад должны были начать. Осторожнее. Ступеньки. Так, девочки, миленькие мои. Быстрее, быстрее. Гад, Надя, начинай. Вы то, что стоите, проходите, проходите. Ты куда меня привел? Спасибо. Туда, где много плать. Споешь, что повозит. И мы с вами. Так, теперь с вами. Можно тебе одну ручку? Конечно. Ты кого мне привел? Как эта звезда феармонии? Она что, Мурка знает? Ну, конечно. Она то, что вернулась с гастролей по Колыме. Как зовут? Ираида Кузнецова. Фамилия не звучит, будем менять. Идете после девочек с песней по полю танки грохотали. Значит, вот гонорар. Я до конца не останусь. И чтобы все было без сюрпризов. Все будет в порядке. Не пей. Хорошо. Я надеюсь. Девочки, миленькие, давайте быстрее. Так, мы пойдем после девочек с песней по полю танки грохотали. Ты что, с ума сошел? Я такой не пою. Я классическая певица. Что, я тоже классик? Ну, с твоим жанрой, конечно. Это не мой жанр. И потом меня весь город знает. Не дай бог, какие знакомые увидят, что я пою здесь эту пахавщину в кабаке. Ну и что? Пиар тоже начинал в кабаках. Аркадий, ты себя слышишь? Оно начинало. Я заканчиваю. Сколько там? Вот. Слова есть? Я положу на пипитр. Мотив напомни. Да, не замысловато. Нет, я начну со своего, с традиционного. Нас порвут. Олесь, а ты больше-то хоть сварила? А, ну хорошо. Что? Кровать собрал. Молодец. Убраться не успеваешь. Ясно. Когда буду? Когда надо, тогда и буду, Олесь. Все, давай. Целую. Не, ну это похоже уже на хамство какое-то. Ей богу. Может, ты спросишь еще раз у начальства, когда оно созволит меня принять? Лена, я же спрашивала уже. Ну, буду напоминать, только хуже будет. Хочешь кофейку? Ну, давай. Что еще остается? Я уже столько кофе выпила. Неделю спать не буду. Браво, браво. Но это еще не все девочки на сегодня. Итак, встречайте. В середине 70-х она подверглась гонениям со стороны КГБ из-за своей любви к русскому городскому фольклору. Из-за любви к этому жанру она оказалась на лесоповале. Потом была эмиграция, голод, Брайтон-Бич, потом успех и, наконец, слава. Итак, королева шансона только для вас, прямо из Нью-Йорка, Ираида Северная. Встречаем! Прошу. Благодарю. Прошу. Добрый вечер. Сегодня я хочу начать свое выступление с моего любимого романса. Надеюсь, вам тоже понравится. Вам не понять. Игра. Игра. По мне понять моей печали, Когда растерзаны тоской, Надолго вдаль не провожали Того, кто властной душой. Не, 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 не. Какая печаль вообще мне генерала дали! Поздравляю! Я даже немного завидую вашей генеральше. А я и нет, она дома осталась. Милочка, послушайте. У нас тут чисто мужская компания. Я думал, вы для нас тут на рояле ГПК плясать будете. Нет, ГПК я не обещаю. Я не репетировала. Я певица, я пою романсы. Какой вы хотите, чтобы я исполнила? О, как! А у нас есть спец по романсам. Саня, про какой ты мне романс говорил? Пара каких? Гнедых. Понимаете? Вот и давайте гнедых парочку для начала. Я уехал. Евгений Николаевич, Евгений Николаевич, простите, но это переходит просто всякие границы. Как бы вы ко мне не относились, но есть же элементарная вежливость. Я два дня торчу вот в этой приемной, вы все время переносите наши встречи. Сегодня я приехала ровно к четырем часам. И что, весь день к коту под хвост? Ну, вообще-то вы находитесь на службе, а вам нет никакого смысла сидеть здесь и ждать. Могли бы заняться своими непосредственными обязанностями. А Нина бы вас пригласила, когда бы это было необходимо. Кстати, вы знаете, я... Я же не закончил, я же выслушал ваш эмоциональный монолог. Теперь слушайте меня вы. Так вот, я знаю вас совсем недавно, но уже успел состоять свое мнение о вас. Может быть, Елена Николаевна, вы человек и неплохой, но, к сожалению, я не могу сказать, что вы соответствуете занимаемой должности. Всего доброго. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ну, сейчас почти все китайское. Почти, да не все. Кстати, объясни мне, как вам удалось полгода назад китайское оборудование, как немецкое, провести? Первый раз об этом слышу. Ах, Витя, а о чем тебя не спросишь, ты ничего не знаешь? Ну, Женю, у меня своей работы полно. Я стараюсь в чужие дела не лезть. А мне приходится. Начальник отдела с нам Женей у нас кто? Сайко Елена Николаевна. Вот на подельных документах ее подпись стоит. Ты чего так напрягся-то? Сбойте обороты, у тебя 120. Да ничего, ничего, это я так, с непривычки. Ага. Добрый день. Вы же с ума сошли, какой день? Зачем вы здесь, сюда, в такую рань? Как? В 20 минут 15-го? Сколько? Боже, полное ощущение, что я только прилегла. Ну, что вы стоите, дует же, проходите. Есть. Раз уж пришли. Ну, что вы хотели? Я, знаете... Знаете, очень холодно. Проходите на кухню. Ага, есть. Так, какими судьбами, как говорится? Что случилось-то? Нет, ничего не случилось. Я просто хотел вас поблагодарить за вчерашнее. Не разувайтесь, вы же ненадолго. Ага, есть. От лица командного состава бронетанковых войск. А, это от Бори, что ли? Проходите. Боря Душка. Есть такое, понимать, нет. Так что виноват, что я вас разбудил. А я все-таки не понимаю. Зачем в такую рань... Что это? Это муксун. Кто? Муксун, рыба такая. Бори из Красноярска привез. Звучит, как болезнь. Ну что, Ира Степанович, потрясающая рыба. Северная, очень вкусная. Или вам нельзя рыбу? Мне все можно. Вчера вечером я это поняла. Отлично. Вы такое рыбу еще не пробовали? Я много чего не пробовала. Мне предстоит богатая и насыщенная жизнь. Это вам брют. Как вы любите. Благодарность за ваше искусство. Сан Саныч, если я вчера и позволила себе немножко лишнего, это не значит, что я каждый день буду пить шампанское с малознакомым офицером. Давайте сюда. Ой, по-моему, я сегодня пользуюсь каким-то бешеным спросом. Откройте, пожалуйста, дверь. Я переоденусь. Есть. Вы? Я добрый день. А с чего это вы здесь? А почему мне здесь не быть? Потому что вы должны быть на работе. Вы тоже? Я артист. У меня ненормированный рабочий день. Подержите. А Рада где? В своей комнате. Что с ней? В ее порядке. Она переодевается. Откуда вы знаете, что она нам делает? Мы что, подгадывали? Нет, конечно. Рада! Рада! Аркаша, я тебя прошу, не голоси. И вообще, зачем ты пришел? Во-первых, я принес тебе твое платье, которое ты вчера оставила, точнее, сегодня утром, в гримёрке в ресторане. Потом-то так неожиданно исчезла. Спасибо. Просто я не хотела, чтобы мужчины передрались за право провожать меня до дома. А во-вторых? А во-вторых, у меня к тебе предложение. Преодолжение. О, даже так? Деловое. Так я пойду. И спасибо вам за... Опять забыла, как его зовут? Муксун? Да. Муксун. До свидания, Радь Степан. До свидания, Аркадий Геннадьевич. Угу. Так, кто такой этот Муксун? И почему ты даже не помнишь, как его зовут? По-моему, через чёрт. Аркаш, у меня полное ощущение, что ты ревнуешь меня к копчёной рыбе. Муксун – рыба? Да. Северная, настоящая. И если положить её на клавиши, чтобы тебе было понятнее, в длину примерно с две октавы. Пойдём, я тебе угощу. Подожди, мой портфель. Надо же. Муксун. Муксун. Евгений Николаевич, Сайко. Пусть заходит. Проходите, Елена Николаевна, присаживайтесь. Спасибо, что нашли время, наконец, меня принять. Хотя, не знаю, к добру ли это. Пока всё совпадает. Что им? Ну, судя по характеристике данной вашими коллегами, по моим личным ощущениям, вы, мягко говоря, человек вершистый. А это как-то мешает работе отдела снабжения? Согласен. Но мне кажется, что вы не только в вопросах снабжения разбираетесь. Мы вот как раз с Виктором Андреевичем обсуждаем оптимизацию компании. А что скажете? Самой главной проблемой нашей компании, мне кажется, является простое нарушение коммуникаций между подразделениями. Очень много бюрократии. Например, заказчики ждут от меня материалов, а пока до транспортного отдела дойдут всё утверждённые бумаги, проходят дня два-три, а то и больше. До заказчиков ещё позже. Ну, в общем, штат растёт, а эффективности нуль. Интересно. Хорошо формулирует. Виктор Андреевич, а ведь это должен был ты мне сказать. Так Елена Николаевна практически я. Мой человек. Я же тебе про неё много рассказывал. Да, я помню, что ты говорил. Всегда можно положиться. Кофе не желаете? Нет, спасибо. Кофе я предпочитаю пить в специально предназначенных для этого местах. И Елена Николаевна у нас человек с характером. Леночка, расслабься. Ну что ж, у меня к вам больше вопросов нет. Завтра с утра пойти со мной по объектам. Вы свободны. Всё. И снова за тебя. За самую прекрасную женщину. Невозможный листец. Да, а какое у тебя там было предложение? Какое предложение? Ну ты днём говорил, что у тебя какое-то предложение. А, да. Ну сначала... Пожалуйста. Что это? Гонорар. Подожди. Так ты же мне отдал вчера его? Или ты плохо помнишь концовку вечера? Танкисты продлили аренду ресторана. И мы пили, пили, пили тоже вдвое дольше. Это оплачивается. У меня нет слов. Деньги просто льют царикой. А теперь о предложении. Я нашёл тебя ученика. Ну наконец-то ты внял голос у разума. Не понял. В каком смысле? Да я тебе давно намекала на эту идею. Обучать пению за деньги. Я не понимаю, чего ты так сопротивлялся. Подожди, это же я сам. Это же моя идея. Слушай, Аркаша, с тобой так трудно. Ты опять споришь. Короче, когда придёт этот ученик? Через 15 минут. Что, Аркаша, ты с ума сошёл? Я под шофе, я рыбой воняю. И вообще не в форме. По твоей, между прочим, милости. Ты прекрасно выглядишь, рада. Мы дома. И очень вовремя. Идите на кухню, там вас ждёт вкуснейший муксун. Не знаю, Витя. Хленка, странный ты человек. А я вот думаю, может быть, ты специально нарываешься. Я нарываюсь? Да я вообще не нарываюсь. Просто не люблю неопределённость. Если Левандовский хочет меня уволить, пусть уволит. Только без этого иезуитства своего. Да. Левандовский тебя не взлюбил. Это, к сожалению, факт. Но он вынужден с тобой мириться. Потому что ты мой человек. Поэтому, что бы ни случилось, держись меня. Что бы ни было проблем у тебя. Витя, ты на что намекаешь? Да ни на что. Я просто даю тебе ценный совет. Как твой лучший друг. И, к моему великому сожалению, твой бывший. Катя, ты что-то скрываешь, да? Лен, ты меня прекрасно знаешь. Ничего я не скрываю. Просто всплыли мелкие косяки нашего старого гендиректора. Не заморачивайся. Какие косяки? Да я же тебе говорю, мелкие. Да ты не загружайся. Вон, расслабься. Пей чай. Ну, как я тебе? Потрясающе, потрясающе. Именно так я представляла себе учебницу бокала. Аркаша, мне твоей подростковой фантазии не интересует. Поставь туда. Ба, рыба просто бомба. Ну, так муксун. Это очень вкусно, спасибо большое. А ты чего? Тут что такая парадная? Ученика жду. Я теперь педагог, представляешь? Поздравляю. Руки! Ой, прости. Ну, все, идите, ешьте, только тихо. А откуда рыба? Рыба из воды. Так. А ты чего волнуешься? Кто волнуется? Никто не волнуется. Ну, я вижу, ты волнуешься. Ничего я не волнуюсь. Нет, ты волнуешься. Слово какое-то дурацкое. Перестань жрать конфеты. Где он? Ну, где он? Волнуйся, сейчас он придет. О, легок на помине. Ну, наконец-то. Открой дверь. Ну, я уже говорю, что ты волнуешься. Здравствуйте, Бобо. Здравствуйте. Проходите. Раздевайтесь. Мы вас давно ждем. Проходите. Вон туда. Радочка, рада, познакомься. Это Владимир. А это Ираида Степановна Кузнецова, лауреат многочисленных конкурсов. Оставь, Аркаша. Можно просто Ираида Степановна. Очень приятно. Вова. И скажите мне, Вова, для чего вы решили учиться петь? Ну, я люблю петь, поэтому и пою. А жена говорит, что я пою на редкость громко и противно. У нас полэстрады поет на редкость громко и противно. Не смущайтесь. А спойте мне что-нибудь. В смысле? Ну, прямо сейчас. Вот сразу. Спойте. Что? Ну, что угодно. Что хотите, то и спойте. Романс. Я встретил вас. Понятно. Это большое счастье, Вова, что вы меня встретили. Я обычно невысокого мнения о чужих женах, но ваши, к сожалению, права. Так что давайте распоемся для начала. Аркадий, прошу. Проходите, Владимир. Встаньте вот здесь, не волнуйтесь. МИМЕ, МАМО, МУ... МИМЕ, МАМО, МУ... Посылаем миру свои звуки И. МИМЕ, МАМО, МУ... Достаточно. Так, а теперь другое немножко упражнение. МИИ, Я, ААА... Только когда поем звук И, мы делаем это на улыбке. На улыбки. На открытые улыбки. Итак, Аркадий, пожалуйста. Фортиссимо, открывайтесь миру! Ну подождите, ну Вова, ну почему вы смеетесь? Простите, пожалуйста, просто очень смешно. Ну хорошо, ну давайте будем учиться на какой-нибудь песне. Ну какая вам нравится? Клён. Там, где клён шумит. А! Мамочка, добрый вечер. Мамочка, можно тебя на секунду? Ну что, Лена, ты же видишь, мы занимаемся. Я как раз по этому поводу. Аркадий, ну давайте, клён, давайте. Радочка, мы тебе подождем. Что? Мам, не поздновато? Ты считаешь, ну ему лет двадцать семь-тридцать, другие в пятьдесят начинают? Мамочка, я не понимаю возраст. Я про время. Я только что пришла с работы, а завтра бы не рано вставать. Мне бы так хотелось отдохнуть дома. Лена, я тебя умоляю, не драматизируй. Пока ты поужинаешь, пока душ, то да сё, мы уже закончим. И отдыхай на здоровье. Всё, я заниматься. Так, давайте, начинаем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Олеся! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 А мы что, уже закончили? Ну, я думал, для первого занятий достаточно. Участковый? Кто бы мог подумать? А как ты с ним познакомился? Так же, через соседей. Играл Петховина после одиннадцати. Пока. Олеся, ты же женщина. У тебя же должно быть какое-то хотя бы элементарное представление об уюте, чтобы этому твоему, не знаю, как его назвать, бежать сюда со всех ног хотелось. А у тебя и в комнате как бомжатенький, у тебя и на кухне, как в бомжатнике. По-моему, я тебя совершенно не волнует. Волнует. Да? Интересно. По-моему, тебе и волнует только одно, чтобы побыстрее прыгнуть к нему в койку. Хватит маме читать мне аннотации. Я взрослая, мне уже не 12 лет, и я сама знаю, что мне делать. Серьезно? Взрослая? Да. Взрослая? Я это учту. Ленка, ну чем ты опять недовольна? Чем ворчать, лучше бы рыбки поела. Муксун, северная рыба, деликатес. А я бы с удовольствием. Мы только рыбку все детки съели. Фосфора, видимо, не хватает. Мам, ну я же извинилась. Леся, ты что? Вы действительно ничего не оставили маме? Но это вопиющий эгоизм. В нашей семье всегда заботились о других. Да, заботились. Сначала с утра приходят и будет. Ни свет, ни заря. А потом вечером продолжение концерта. Очень заботятся. Какие концерты, Лена? Ты намекаешь на то, что я эгоистка? Так вот я не хочу быть эгоисткой. Ты ошибаешься? Я как раз деньги для семьи зарабатываю. Мам, да какие деньги? С ума-то не сходи. Я тебе сама с удовольствием приплачу. Лишь бы домой после работы прийти и нормально отдохнуть. А, ну конечно. Это у тебя работа. У остальных ерунда. Знаешь, я поняла, в кого Леська такая эгоистка. Да ты ж тебя. Ты конченая эгоистка. Вот это очень интересно было. Мама, а ну вы что в самом деле? Не вмешивайся, когда бабушка орет на мать. Мама, не кричи на ребенка. Я уже не ребенок. Да помолчи. Мама, послушай хоть раз, что я тебе скажу. Так, мама, я хочу сказать следующее. Спасибо вам большое за вечер. Я, как говорится, рыбки поела, концерт послушала. Теперь, видимо, спать уже пора. Замечательно. Счастливо оставаться. Спокойной ночи. Спасибо. Приятных снов. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Батон Белого, пожалуйста. Нет, Клеба еще не подвезли. А чего, есть? Ну, только баранки остались. Баранки. Мне баранок не надо. Доброе утро. Мам, ты что, сердишься, да? Нет, ну все правильно. Я вчера... В общем, ты прости меня. Я правда-правда все поняла. Ну, вот что ты поняла, Лесь? Ну, что была не права. Я исправлюсь, честное слово. Ой, Леська-Леська. Маленька, я так тебя люблю. Очень-очень. Тоже тебя люблю. Тоже очень-очень? Очень. Мир? Мир. Класс. Я так не люблю, когда мы ссоримся. Да кто ж любит-то? Ну, и супер. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мам, ты спишь? Мам, можно к тебе? Можно подумать, если я скажу нельзя, ты не войдёшь. Мам, ну ты сердишься, да? Мамочка, ну прости меня, пожалуйста, со вчерашней. Я сама даже не знаю, чего я так завелась. Ну, понимаешь, на работе проблемы, и ещё этот кавардак на кухне, и я, в общем... Прости меня. Мир? 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 Ну, что с тобой делать? Мир? Спасибо. Как же я не люблю, когда мы ссоримся? А кто любит? Я, что ли? Я вот держать себя в руках обещаю. Я тоже обещаю, но с учениками заниматься не перестану. Кто бы сомневался, ну только в личное время, мам. Естественно. А Леська где? В ванной. Угу. Лесечка, прости меня, пожалуйста. За что? Я вчера таким тоном с тобой разговаривала, эгоизм и всё такое. Я так не люблю, когда мы ссоримся. Ну, а я, что ли, люблю? Мир? Мир. Ой, котёнок, ну... Как же хорошо, когда хорошо. Угу. Давайте завтракать. Я уже позавтракала. Убегаю. А Никита где? Спит ещё. Ну всё, собирайтесь и на кухню. Готовлю завтрак. Мам. А нам это, в колледже сказали на фотореактивы сдать. Ты мне не займёшь? Сколько? Семь тысяч. Сколько? Это до конца года. И потом Никита скоро получит зарплату, я всё отдам. Слушай, Олесь, в строительном было как-то дешевле учиться. Там хотя бы настрой материала не собирали. На. Спасибо. Последний, вон, тысяча рублей осталось. Спасибо, мамочка. Я обязательно всё верну. Обещаю. Ммм. Хорошего дня. Спасибо вам также. У меня к вам вопрос, Елена Николаевна. В строительстве этого объекта какое оборудование использовала наша компания? Ну, после изучения предложений рынка решили остановиться на немецкой продукции. Значит, решили не экономить на качестве? Ну да. Прежнее руководство придавало большое значение репутации компании. Ну да, репутация это прежде всего. Тогда у меня к вам интересная тема. По комплектующим и по поставщикам. Я вас внимательно слушаю, Евгений Николаевич. Ой, простите, пожалуйста, можно я отвечу? Ну а что с вами поделаешь? Можно, конечно. Я потом покажу, где на телефоне кнопка выключится. Спасибо большое. Да, Леся, я тебя слушаю, только говори быстрее, у меня освещание. Ма, слушай, ты не знаешь, где Никитина носки? Я их постирать положила, а теперь… Нет. Ну, сейчас. В грязном белье. Где? В корзине для белья. Да, здесь. А почему? Леся, почему ты меня об этом спрашиваешь? Это же ваши носки. Что? Я говорю, это ваши носки. Что? Я ничего не слышу, мам. Говори громче. Леся. Леся, я просто хочу тебе напомнить наш вчерашний разговор. Ты мне что сказала? Что ты взрослый и самостоятельный человек, правильно? А взрослый и самостоятельный человек, он сам за себя отвечает и о себе заботится. Да? Я надеюсь, я тебя ничем не обидела. Все, мне некогда, Леся. Ну что, я опаздываю. Простите бога ради. Ну, небольшие проблемы. Ну, проблемы-то плохо, и надо решить из-за этого дела. Ну, сначала работаю. Значит, говорите, производство Германии? Да. Репутация, значит, да? Да. Хорошо. А тогда с каких пор Made in China стала переводиться, как сделано в Германии? Я ничего не понимаю. А под документом? Немецкие. Это же ваша подпись, Елена Николаевна? Да. Вот такие вот дела. Лесь, ну я опаздываю. Да я сейчас. Лесь, я уже опоздал. Я быстро. Ну все. Ну что, сухие? Да супер. Тогда же лучше, когда теплые. Ага. Очень мокрые, да? Да ничего, на ноге высохнут. Слушай, может, у меня все босиком пойти? Было бы прикольно. Да это все мама со своими закидонами. Ну не ссольтесь. Мне вчера вашего скандала вот так хватило. Что ты, милый, я теперь буду предельно осторожна. А вечером я приготовлю шикарный ужин, и ты поймешь, какая я замечательная хозяйка. Да? Да. Упс. Лесечка, что там у вас упало? Не волнуйся, Елена Степановна, это я. А, ну тогда ничего, а то я уж испугалась. Я побежал. Приятного аппетита. Елена Николаевна, спасибо. Вить, может, ты мне объяснишь, что происходит? Ты это о чем? Я о накладных на радиаторы, под которыми стоит якобы моя подпись. А, вот оно что. Прости, Леночка, так получилось? То есть, как так получилось? Как так могло получиться, если я их никогда не подписывала? Ну да, я их подписал. Бывший гендиректор настоял. Надо было срочно, а ты в тот день не могла. Это когда это я не могла? Когда-когда. Ну, помнишь, у меня приятель уехал и ключи от квартиры оставил. Ну, и мы с тобой ими. Ясно. А предупредить меня можно было? Да я хотел, честное слово, но закрутился. А потом с тобой так хорошо было, да у меня вылетели из головы все эти радиаторы. Вить, а ты понимаешь, что ты меня подставил? Ну, извини, пожалуйста. Да что ты так заморачиваешься по поводу этой подписи? Да забудь ты про нее. Новый гендиректор, новая жизнь. Пошли работать. Вить, новая жизнь, старая жизнь, а я своей репутацией дорожу. И знаешь, просто так я это не оставлю. Послушай, а вот этого я тебе не советую. А я не нуждаюсь в твоих советах. Хочешь войны – получишь. Учти, эта война будет очень короткой. Только не надо мне угрожать, ладно? Вот еще здесь, вот это. Вот, прекрасно. Ай, боже мой, не верь. Посвящайся жаляпе. Но я помню, как ты это пела. Аркаша, все-таки ты гений. Твоя идея с учениками – это потрясающе. Спасибо большое. Это возродило меня к новой жизни. Спасибо. Да, но сам процесс ты организовал бездарно. Да? Да, и не спорь со мной. Нет, я не собираюсь с тобой спорить. Да, так вот, процесс ты организовал бездарно. Ну, подожди, а зачем это два раза повторять? Не перебивай меня. И вообще, сядь, не мельтеши. Послушай, Аркаша, мне нужен масштаб, понимаешь? Понимаю. Нет, ты не понимаешь. Студия вокала Ироиды Кузнецовой. Ой, потрясающе. Ну, как же мне это в голову не пришло? Ты будешь приводить ко мне учеников, но только нормально, Аркаша. Я тебя прошу, нормально. Конечно, конечно, конечно. А я буду дарить им свою любовь к музыке. К классическому русскому романту. Прости, что я тебя перебиваю, но через полчаса у тебя урок. А, да. И кто у нас сегодня? Надеюсь, не очередной участковый? Нет, ну что ты. Как же это может быть? Сегодня у нас ученица. Голов есть? Ну, есть, да. Я считаю, что это просто природное дарование. Самородок. Алмаз, который нужно огранить. Она с детства мечтает учиться только у тебя. Люли-люли стояла, Люли-люли стояла. Вот, а теперь попробуйте вы. Нет, мне вот это Люли-люли не надо. Мне надо вот это вдоль по Питерской... Нет, вдоль метель метет... А, вдоль по улице метелица метет. Да. Пожалуйста, Аркадий, только сначала попробуйте просто на А. Вот так. Пожалуйста. Ладно. На А. Вот так. Понятно? Да. Прошу. Что, плохо, да? Вы меня не поймите неправильно. Вот вы решили заниматься вокалом. А для чего? Нет, заниматься это я не буду. Мне надо только вот эту вот песню выучить для корпоратива. Мне шефа поздравить. Это мне задание дали. Ну, задание такое. А вы мне помогите вот эту песню выучить? И все. И все. Ну, это уже легче. А когда корпоратив? Сегодня вечером. Да. Ой, я вообще так боялась, что опозорюсь. А вот Аркадия Геннадьевича встретила в магазине, а он мне вас как раз и порекомендовал. А давайте со словами. А, да. Со словами. Слова, слова это это вот, я как раз сама написала, да. Мне все говорят, что у меня очень хорошо получается. Тетюшевский, жировой, весь комбинат, своего директора поздравить рад. Валентин Вениаминович, дорогой, майонез, горчица, хрен всегда с тобой. Хрен вообще-то это не наш профильный продукт. Мы все больше майонеза и горчицу продаем. Но хрен очень уж хорошо ложится. И всегда так смешно. Хрен всегда с тобой. Да и хрен бы с ним. А вы не слышите, что аккомпаниатор играет не совсем то, что вы поете? Да, вот это точно. А я думаю, что это? Аркадий Геннадьевич, вы не сбивайте меня? Извините, пожалуйста. Глядите, нормально. Давайте, вы готовы? Валентин Вениаминович молодец, комбинат он почти что как отец. И спасибо мы ему сказать хотим. А вообще-то вот у меня здесь неправильно, потому что я сначала хотела, что сказать хотим, а по рифме лучше хотим сказать. И спасибо мы ему хотим сказать. Бухгалтерию он любит, как родную мать. Ну вот, со словами совсем другое дело. Да. Правда? Даже какая-то гармония появилась между текстом и исполнением. Жаль, вот только Аркадий Геннадьевич совершенно не попадает в ноты, которые вы поете. Ну ничего, сейчас пройдем, раз двадцать, закрепим, так сказать, успех. И я думаю, получится шикарно. Работайте, Аркадий Геннадьевич. Работайте. Тетюшевский жировой весь комбинат своего директора поздравить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кон воздух ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЛИФОННЫЙ ЗВОНОК Евгений Николаевич? Нету. Как? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Уехал, в Москву. А когда вернется? Через два дня. Понятно. А что, если что-нибудь неотложное, так у меня его мобильник есть. Да нет, это не для телефонного разговора. Ну, Настя. Ладно, через два так, через два. Вот я смотрю во двор, вас здесь нет. Я жду эту вашу доставку уже больше двух часов. Как здесь можно было заблудиться, я не понимаю. Где вы вообще? Вот, это рядом. Видите арку? Вот туда и езжайте. Ну, наконец-то. Эй, это я вам звонила, поднимайтесь быстрее. Так, все, ба, он приехал, расставляй тарелки. А я, по-твоему, что делаю? Я не понимаю, чего ты так зациклилась на этом ужине? Сами бы что-нибудь приготовили на скорую руку. Ну, ба, когда? Я целый день на учебе. Ты все время с учениками. Нет, заказать ужин – это самая верная тема. Но заказывать ужин в ресторане, это же так дорого. Откуда деньги? Я у Людки заняла. Никита получит зарплату, я отдам. Мама же хотела, чтобы я хоть раз встретила ее вкусным ужином. Вот и будет ей супервкусный суперужин. Только не сдавай меня, пожалуйста, ладно? За кого ты меня принимаешь? Здрасте, извините, что задержался. Извинения не принимаются, давайте все сюда, скорей. Ой, сколько всего? Спасибо. А, простите, рассчитаться. Что? А, да, баб, иди все выкладывай и расставляй, и позвони маме, спроси, где она. Ага. А где мой телефон? А где мои деньги? А, вот он. А, вон они. Так. Вот. Ой, а у меня сдачи нет. Вы поищите 2700 без сдачи, пожалуйста. Да черт. Леночка, а ты сейчас где? Уже во дворе. Уже во дворе? Как замечательно. Как во дворе? Леночка, а купи, пожалуйста, хлеба. В доме ни крошки. Хлеба какого? А ржаного? А белого? Нет, потом не надо, только ржаного. Ладно, хорошо. Ба, у тебя есть 200 рублей? Ну, тогда ты все выкладывай и расставляй. Ага. Что же вы молодой человек без сдачи-то ходите? Так, вот, 200, да, 200 рублей. Спасибо, до свидания. Да, спасибо. А еще раз писаться надо. Где? Вот здесь. А, да. Только у меня ручки нет. Что ж такое, чего не хватишься, ничего у вас нет. Извините, я сегодня первый день работаю. Я вас поздравляю. Сейчас, секундочку. Леся! Леся! Что? Найди быстро ручку, там расписаться надо. Черт! Черт! Леночка! Ты знаешь, ты батончик тоже возьми. Мат, так я же тебя специально спросила насчет белого, ты сказала, что не надо. Ну, сказала, а потом-потом лутером хорошо будет бутербродик с белым хлебушком. Ну, пожалуйста, Леночка, ну прости. Хорошо. Хорошо. Все? А, извините, а вы не подскажете, как мне выехать отсюда? Как выехать отсюда? Как вверхали, так и выезжайте. Это вам на память. Спасибо. До свидания, Щицбива. До свидания. Дорогой ресторан. У нас пять минут. Добрый вечер, Ленни Колон. Добрый вечер, Никита. О, вы тоже с хлебом? Да, Леся позвонила, попросила захватить. Здорово. И я вот хлеб купила. А, что ж теперь делать? Да ничего, будет в доме много хлеба. Прошу. После вас. Благодарю. Ну, все. По-моему, красиво. Да. И, цесарку, не сюда, в духовку. А, точно. А, давай. Так. Все, пришла. Ледька, пакеты. Ой, прячь, я ее отвлеку. Ага. Ой, ну, наконец-то. А то мы с Лесечкой уже заждались. Никитушка пришел. Замечательно. Добрый вечер. Будем теперь сухари сушить. Мам, Алиса тоже Никиту попросила хлеб купить. Ну, откуда же я знала? Я что, их разговоры подслушиваю? А хлеба много не бывает. Никитушка, давайте ваш батон. Угу. Ну, все, пойдемте на кухню. Лесечка сегодня сама приготовила ужин. И по дому все сделала. Буквально все. Лесечка, мы идем. Она у нас сегодня вообще золушка. Да. А я у вас, видимо, сегодня злая мачеха. Лен, ну не начинай. Да я не начинаю вообще. Ну, где вы ходите? Давайте к столу, стынет уже. Боже ты мой. Ну что, Никита, правда же, Олесь у нас сегодня хозяюшка? Да, все очень-очень круто. Да ты хоть огласи, что у нас за разносолы. А, ну, это рагу с белыми грибами, селедка под шубой, тушеные баклажаны с гранатовыми зернами, а в духовке цесарка в брусничном соусе. Цесарка? Ты где взяла цесарку? Мама, в магазине. Ну все, давайте, мойте руки и к столу. Фантастика. Да. Давайте доставай. Леська, а где ты рецепт цесарки взяла? В интернете посмотрела. А бруснику? У бабушки на остановке купила, ну мама. Лену, ну хватит допрашивать ребенка. Она так старалась, а ты давайте к столу. Кто ее допрашивает? Просто интересно. Спросить уже нельзя. Так. Никита. Прошу, разделывайте дичь. Это обязательно должен делать мужчина. У моего Коленьки это блистательно получалось. Просто блистательно. Что? Я вообще-то не хирург, но я попробую. Давайте. Вы ее переверните, так будет удобнее. Перевернуть. Леська, ну ты меня потрясла вообще. Главное, когда ты это все успела. Да, мамочка, я старалась. Да, я вижу. Так, а это у нее здесь что такое, Лесь? Ресторан, Лесная Поляна. Приятного аппетита. Ну понятно. Хороший ресторан. Дорогой. Ну значит, хотя бы не отравимся. Разделывайте, Никит. Субтитры сделал DimaTorzok